Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На Твиче почти как на Гудгейме копится. Мне нравится. Блин, побольше из игры стримить. Вообще было бы ништяк, конечно, но не всегда получается. Все, 10. Спасибо за плюсы. Вот, поехали, ребят. Первая карта у нас. DR Classic, PvP. Сегодня 1.4 у нас проходит, соответственно. Будет круто. Добавил субтитры. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Так, все, ребят. Вот, опять, ребят. Classic против Dira. Погнали. Карта номер 1. Пулл стрим запустил. Не знаю, как пулл, но вот, например, Дарк стримит FP сейчас, насколько я понял, с данного турнира. Да, да, он стримит ТВ, да. Статс стримит. Ну, статс пол там, да. Ну, статс здесь не играет нифига, поэтому нормально. А вот то, что Дарк стримит, это очень интересный момент, на самом деле. Ну, стандартная классическая PvP, ребят. Глубоководный риф, дир, красный, классик, синий. Надеюсь, до конца так и будет по цветам. Вот. Позиция 11 часов, классик, дир. 5 часов, соответственно. Но через 2 гейта в кибернет-чку играют, пацаны. Адепты MotherCore. Адепты MotherCore. Там и там одно и то же пошло. Вот у классика MotherCore какой-то со скином, а вот адепты стандартные, я смотрю, абсолютно. У Dira все стандартное. Все, MotherCore готово. Бустится варп. Здесь тоже варп бустится. И Twilight у классика. Очень на них Twilight. А у Dira, у Dira. Nexus стандартный, как бы, после... Ну, как стандартный? После адептов это не совсем и стандартный Nexus, на самом деле. Классик тут все проверил. Еще не нашел пробку. Ныкает уже для чего? Для того, чтобы пилон запилить, конечно же, где-то сверху, или не знаю. Будет DarkShine, похоже, это... Ну, я не знаю, зачем тогда тайминг Twilight такой, если это не DarkShine, например. Адептами через верх проходит. Да, DarkShine пошел, а тут Stargate после Nexus. Опасно, кстати, Stargate после Nexus. Могут DarkEase решать. А мог мне же решать. Привет, Штак, привет всем, пацаны. Так, сейчас я проверю кое-что. Да, все, стрим идет, отлично. Twitch пошел, вообще-то, я тебе посмотрю. Да, Twitch пошел. На Twitch я, правда, людей что-то уменьшилось после того стоп-старта. Ну, все равно нормально, короче, все придут сейчас, как кто нужно. Ну, пилон от классика Прокси. Ну, что-то, я не знаю, что-то классик боязливо как-то действует. Почему так далеко пилон-то? Он сюда пришел бы, в пилон. Вообще-то нормально бы, дарки бы шли быстрого. Это бы могло сработать, потому что, ну, Дейер, он вслепую играет. Он не видит, что там Даршайн вообще должен есть. Так, ну, он сейчас с адептами мог бы и за адепта телепортнуться, вот это вот, а было бы хорошо. В итоге сейчас, возможно, спали Даршайн, но уже поздно, сейчас варп пойдет. Но, тем не менее, ребят, понимаете, в чем дело. Оп, а вот он и Даршайн. Здесь два Дарка уже наварпливаются, но робо готово сейчас будет. Диер испугался, Дарков сразу все, уводит. За второй базы сразу будет ститься робо. У него мапсервис заказан. На рампе тут Сентреас филды будет ставить. Дарки подходят постепенно, конечно, но... Оракул прилетел. Кстати, нашел уязвимое место Диерка тут, Оракул. Вот они, Дарки на ХГ заходят, смотрите. Будет ревелэйшн на Дарков или нет? Нет, не будет здесь и без ревелэйшн, а все нормально. Адепты плюс сталкеры разобрались. Две пробки, конечно, погибнет на дальней базе. Ничего страшного. Оракул назад возвращается. Надо спуститься, я не понимаю, что там классик тянет. Такси... Ой, Дир так долго тянет. Четыре пробки в итоге отдал. Можно было поменьше, конечно, потерять. Но у него в любом случае... Пять пробок. У него в любом случае преимущество есть, ребят. Адепты прям на мейт зашли. Здесь всего один адепт встречает. Могут рабочику вкусить. Нужны Оракулы. Это как пожарная бригада просто фактически. Семь пробок подредал. Да ёмаё. Семь это уже на самом деле результат. Потому что у классика уже больше рабочих. Тридцать шесть, тридцать четыре. Ёмаё. Бо, конечно, у Диера побольше. Но уже игра абсолютно равная идет. Да, здесь, конечно, Оракулы вдвоем могут повыпиливать. Попробуют. Здесь вот сверху залететь. Например, с этой стороны даже под сталкером под этими можно выпилить. А тем более на мейни, где у Мазеркора. Тут на один оверчаж энергии. Нет, здесь без шансов на сталкерах прилетел. Прямо у них сейчас. Но откуда он знает, куда лететь. Конечно же не знает. И блинг пошел у классика. Так, стадис на третьем Нексусе. Ну так, если пробка пойдет, сама себя может заблочить. Как бы стадисом заблочит ее и Нексус будет, например, не поставить. Здесь же на третий Нексус. Диер по чуть-чуть выходит. Пробок никто не бустит. Пока что у Диера чарж. У Диера плюс один. Ну классика. Нет фаржи вообще. Диер решил Фатоночку одну на мейне впилить. Мазеркор межменом. Второй, кстати. И второй вазу не прикрыт. Посмотрите. Во-первых, здесь нет пилона. Во-вторых, Мазеркор где-то в секундах двух от постановки оверчажа. Это сейчас реагировать надо. Плюс нет Вижена здесь. То есть если призма залетела, все с дарками. А они в штук 5-6 рабочих в легкую, мамлик, нарубить бы. В этой ситуации. Так, здесь третья Нексус. У классического пошел у Диера. Ничего вообще не происходит. Ай, чуть Оракул не погиб. Ну не погиб, но и пробку не смог это покутить никак. Восемь гейтов в классик, ребят. Две фаржи сразу же добавляет. Блинк почти готов. По рабочим там на три штучки в плюсе. Диер тоже Нексус ставит, но он более позден. Зато у Диера плюс один почти готов. О, сейчас вторая атака пойдет. А здесь 1-1 сразу грейдики пошли. Интересная политика в плане грейдов, конечно, у классика. Не совсем стандартная для ПВП. Хотя последнее время еще по-разному многие отыгрывают. Можно считать это стандартом. Диеру надо плюс два заказывать. Обязательно он это делает. Твайлай желательно тоже чем-то занять. Что джиблинк, он делается долго. А грейд это мастхэв, который называется. Одного оракула отдал. Второй, кстати, тоже полудохлый. Можно его просрать было бы легко. Так, обсервер здесь висит. А, и нечем сбить оказалось. Вот только сейчас заметил. Неужели собьет? Не, не сбил, смотрите-ка. Чудом ушел. Обсервер, которого атаковали и который ушел, это вообще всегда удивительно. Здесь у нас Дарк приходит с Призма на третью базу. Диер будет пушить. Ну и, кстати, пуш-то сильное получается. Смотри, здесь три Архона, два Аморкла. Здесь один Аморкл. Все. Плюс уверчаж один есть. Нужен Довар. Все, атака идет. Куда Архоны-то на муве так влетели? Я чуть не понял. Только-только вот сейчас Архончиков добавляют классик. Ну, по-моему... По-моему, поздновато, ребят. От Диера юниты просто в флам продавливают все. Мазеркор падает. Делки сталкеров убивают. А сталкеры против Дилков это вообще не бойцы. А Архону упали. Особенно, когда Архоны сзади Дилков поддерживают против сталкеров. Нужно подвести Иммортл, чтобы здесь покусить юнитов. Ребят, 1-0 Диер. Ничего себе. Просто пришел в тайминг. И пофиг, Дарки там летают эти Призмы. Вдял и в тайминг развалил. Только вот не надо на Дарках, может быть, сливаться, так как сейчас Диер сливается. Конечно же не надо, но у него нет пути назад пока что. Нужно как-то развернуться, получается. Подождать Апсервера. На Призму отступать, чтобы Архоны не падали. Сейчас Архончиков надо посадить. Он же зарегенится. Да что же ты делаешь-то, Диер? Где Апсервер? Вот он летит, спаситель этот Апсервер. Архона не спас уже, блин, правда. Да ладно, тот пошел. Дарки только два успели уйти. Можно камни пробить, кстати, здесь, чтобы быстрее ходить было. Чтобы не ходить вот на вот трампу вот сюда. Диер решил, что прям по центру пойдет. Ловушка его здесь. Ничего, его достанет не может. Четвертый некст. Третья атака. Тут 1-1 на плюс 2, плюс 2. Совсем не хуже 1-1. Точнее, я бы сказал, даже лучше. Потому что для Архона это вот здесь 39-28. А здесь сколько, например, 31-43, да, там какого-то. По 5 демеджа по био-юнитам, по 3 просто демеджа дает ему. Вообще 5 плюс демеджа, а не одна броня смешная. Короче, 1-0, ребят. Сервер был у Диера, он просто погиб во время боя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Причем тот обсервер, который погиб, благодаря ему вообще хотел фокуснуть обсервера... Продолжение следует... 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 Так, сегодня пуст должен был быть. Перенесли, оказывается. Унгер нами поддержал ваш канал на 120 рублей и сообщает, стенд артизарен махнин лос лос. Спасибо, Андернейм. Что это такое за хрень? Бо 5, ребят, 2-0 дир, путь на аэр карта. Ну, классик. Ты же классический, на аэр путь надо отыгрывать лучше, чтобы брать карту. Спасибо, Андер, поддержался. Еще раз, ребят, поддерживайте по реквизитам, либо так, через плеер. Спасибо. Всем реклам в пельну. Здорово всем на Твиче. Привет, Труппер123 на Твиче. Вопрос это извечный. По поводу возраста игроков. Считаю ли я, что с возрастом характеристики 25-30 ухудшаются игрокам? Нет, 25-30, считаю, ничего не ухудшается. Вот, еще пока. Но, но. А, стандартном, да. Но, точно, наверное, вижу. Но вопрос в другом, в том, что мотивация в этом возрасте уходит зачастую. То есть, очень тяжело себя смотивировать на битву. Да, как бы, то есть, думаешь о заработках, о деньгах, думаешь о том, что в России ни команды ни хрена нет, как бы, например, вот в СНГ, да. И что дальше, как бы, ну, то есть, надо либо быть топ-1, либо, как бы, завязывать. Поэтому многие принимают решение завязывать, ну, а, может быть, они могли бы быть топ-1. Скорее, же немножко другой расклад, там, как бы, ты можешь. Там есть хоть какая-никая поддержка, как бы, команда, то есть, и общественная, так сказать, поддержка, не порицание, вот. И, там, попроще пацанов, все-таки, потом в армию пойдут. А так, в плане моторики, как бы, соображалки, я думаю, что до 30-ти, до наидича, можно играть. Так, я думал, вертолет подлетит. Машина вроде какая-то. Ребят, третья игра, давайте, в общем, давайте по игре. Классик против Дира, это ПВП, первый матч у нас сегодня был 5, Дир 2-0, повел, как-то он уверенно обыгрывает. Вот. 70-80 ухудшается. Да не, к 40-ка уже, может, ну, блин, просто сложно представить, что в 40 лет, понимаешь, как бы, самое главное для победы, это, ну, то есть, во-первых, быть вовлеченным в процесс, чтобы тебе это было интересно, что ты болел игрой, как бы, там, интересовался юнитами, как ты что-то можешь лучше сделать, улучшить, как бы. И ты был нацелен, там, не на призы, не на, там, не имба, не имба, как бы, а ты бы, ну, видел, там, допустим, вот, там, Дир Classic, я должен их развалить, короче. Я должен их развалить, и это моя задача первоочередная, я должен победить, и от победы получить удовольствие, да, у тебя будет получаться. Если ты по-другому будешь мыслить, ну, нет, ты сможешь, как бы, какой-то уровень держать, но именно в турнирах побеждать будет очень тяжело. Скорее всего, не получится на самом сильном уровне это сделать. Так, ну ладно, хорош, короче. По игре что-то, ну, информация малопутная, синий Classic, Дир красный, 11 часов Дир, 5 часов Classic, Classic играет, ребятки, через Nexus в Robotics, вы видите. А Дир не стесняется дарков сыграть, вот у Classic не зашли дарки. Здесь шапион намного ближе, и тайминг роба намного хуже, то есть сейчас пойдет варп через секунду дарков, а роба через двадцаточку только будет готова, представьте. Если Classic сейчас не поймет, что здесь дарки, вот Оракул у нас прилетает, правда, от классика, и начинает неплохо здесь шатать, кстати. 4 пробки, уже минус 5, 6. Адепты пришли, но Даркшайл не спален, он остается вне вижена до сих пор, но почему-то Дир дарками стоит, вот только сейчас вперед он пойдет, здесь уже роба готова. Но ни с Н3 ничего нет здесь у Classic, ребят, 10 пробок он уже убил, ничего себе Оракулами здесь зашатал вообще. И Адепт 12, ёмо, 13 рабочих. Дарки приходят, но роба падает, пилон, какая ошибка, не заказать сразу оптиру. Это ужаснейшая ошибка, ребята, роба будет минус, это 3-0, ребят. Просто унизить так экономику и ничего не сможешь делать. Нужна СН3, а срочно варп СН3, чтобы блокануть. То есть не получается ничего сделать в СН3. А, погодите, почему ГГ-то? Здесь же есть Оракулы, ребят, я извиняю, здесь есть Оракулы, это же Лот. Ёмо, нихрена я тут разорался. А про Оракулов совсем я подзабыл. Но без роба тяжко будет, сейчас 2 можно ревелейшна было на 2 Дарка попасть, не получилось. Что делать? Еще и Призма и Дир спасать начинает. Просто унижать начинает экономику оппонент своего. Ребята, ребята, Дарк еще один на мэне, роботикса как не было, так и нет. Похоже, все-таки проигрывать придется классику здесь, причем с разгромным счетом 0-3, потому что пока нету, ребят, энергии. И здесь нет напряга, то есть Дир просто строит рабочих и выходит вперед здесь и сейчас. Сейчас это на Сторгете, пилон упадет, пока энергию Оракул не скопит, все будет печально. Там ревелейшн до сих пор, кстати говоря, стоял. И это хорошо, что стоял, потому что Дарк что сделать не смог. Здесь еще 2 энергии, обсервер заказан, но... Призма сбита, это очень везение большое. Но от со второй базы рабочих сваливай рабочими, ема, они падают просто как игрушечные. Но они есть игрушечные, это же игра. Короче, еще и сейчас до сих пор Дарк сможет... Нет, не смог. Еще 18 рабочих, минус 23.35 по рабочим в пользу Дира. Извините, делается блинг. Это очень плохая ситуация. Плюс у него есть возможность тут Дарков подваркать Архона, например, слить какого-нибудь... Что-нибудь, что стабилизирует вообще игру. А классику, единственный шанс применить свое превосходство по лимиту. Вот, а именно Оракулы могут немножечко его назад в игру вернуть. Почему? Потому что они рабочих могут... Вот под двумя сталкерами давай сжать под двумя, вообще нормально. Ну, четыре уже, шесть. Пять пробок минус, один Оракул упал. Но это нужно было классику. Сейчас разрыв всего шесть-семь рабочих. Всего, я говорю, стал. Потому что до этого был просто 12-13 рабочих. Дир напиливает уже продакшены. Классика появляется. Маленький шанс здесь, но я не знаю, насколько он реален. Пробок он густит. Молодец. Твайлайт пошел. Молодец. Здесь тоже густит. Так, здесь густится форжа. Ой, этот Твайлайт с блингом форжа уже готов. Плюс один срок. Как бы Дир ведет по технологиям. И по рабочим Оракулам надо продолжать работать. Но против блинга уже не наработаешь там особо. Так, все платят за трансляцию или ты просто примешь на Твичи вопрос? Как и большинство тех, кто комментирует что-то или стримит. Но я как бы больше комментаторам всяким стримерам назвал вам. Потому что стример это, как я считаю, много игр стримит. А я только первый, второй StarGraft. Вот. Ну, кто платит? Как и большинство, реклама, премиумы там на Гудгейме. Поддержка ваша, как его поддержка. Через разные направления. Там реквизиты, которые на Твиче и на Гудгейме есть. Там блеер и т.д. и т.д. Короче говоря, ребята. Классик пока вровень. По лимиту с Диром идет. Но Дир выходит в третий. Нексус, обратите внимание. Классик уже отстает по этому таймингу. Но при этом всем он делает фаржу. То есть, если бы он хотел заулынить, проатаковать, я уверен, что он фаржук не делал. Поэтому ждем третьего Нексуса. Я думаю, что он зайдет в ближайшей перспективе. Вот. Пока по лимиту отставание не катастрофическое. Но скоро еще плюс три гейта будет. И вот что здесь важно, конечно. Пилон Плассик так до сих пор и не нашел здесь, который в районе Нексуса находится. Блин, как вообще пробка даже ее сюда не вытолкнул. Все, пилон не видит. Неприятный момент. Плюс один заказан. Не слишком поздно. Но если Классик заранее начнет с двух Нексусов рабочих добавлять, возможно, он не отстанет так сильно. Потому что Дир вот уже сам начал там все добавлять. Здесь Талкера. Дир забирает Классику. Ну и Морд, конечно, не дадут. Нагляйте это сто процентов. Вот, наконец-то пилон обнаружил. Но, кстати говоря, Дир, кажется, агрессивничать собрался. А есть у него архивы там... Да, у него и архивы тампларов есть. Классик тоже их добавляет. Ну, посмотрите на ситуацию по газу, например. Здесь просто три Архона сейчас придет. А у Классика... У Классика, дай бог, два будет. Ну, кстати. Блинк... Блинк в кулдауне, вот когда эта тема происходит. Или Блинк не в кулдауне. Расплетился Классик. Здесь, ребят, сталк еще один пришел. Надо бой принимать обязательно против Талкеров. Блинк... На Блинке ушел. Зилки прилетели, как космонавты. Просто такого расстояния гигантского. Здесь вроде как Зил это подогнал. Классик. Но Дир все еще бьется. Развел здесь двух Зилков. Зря они туда полетели, на самом деле. Плюс два у Классика. Плюс один, сорок два, пять... Так, пятьдесят один, пятьдесят шесть. По рабочим Классик-то не отстает прямо фатально здесь. Но, посмотрите, здесь какие технологии заходят. Здесь тоже три Архона сливаются. А здесь уже четыре есть. Плюс два Классик не заказывают. Это может быть плохо. Зато хоть Парабам сравнялся более-менее. Аксервера потерял. Не, хорошо. Ну, ничего не поделаешь, что потерял здесь. Сплетится Классик. Есть два Уверчажа. Уверчажами можно прожить. Нужно оба выставлять только обязательно. Пока живет Классик. Сейчас еще на один Уверчажик, пока эти стоят, накопятся. Да, варпы, конечно, у Дир. Кстати, давайте по гейтам посмотрим. Восемь в шесть в пользу Дира по гейтам. То есть у Классика шесть. Он против восьми должен крайне аккуратно драться. Крайне стабильно драться. Архона бы чуть назад отвезти. Его фукустят же, блин. Пошел вперед Дир. Пилон минус. Здесь четыре Архона живых. Четыре Мортла. Правда, у Классика иллюзия Архона затанковывает очень неплохо. Надо бы отступить мучка назад. Но грызаются и Мортла в Архонов. Архонов и Мортла, простите. Да, Варп, Дилков, конечно, от Классика проходят. Хватит ли этого Да, Варпа, Сталкера бы фокусить бы сейчас? Кажется, хватает Да, Варпа, ребят. И Мортлами расконтролил три штучки. Но плюс два не делается. Вот что плохо, я уже об этом говорил. И Мортлы еле живые. Сталкерами будет фокус. Попытка Сталкеров надо фокусить. Да, Варп еще Зилков идет от Классика. Но там три Архона, которые плюс два Зилка. С восьми гейтов Варп, которые сейчас будут точку пытаться ставить. Да, не хватает. Классику не хватает. Немножечко Классику. Не хватает. Иллюзия кончилась. Больше не будет. Иллюзия Архона. Можно и призму перевести поближе Диру. Если перевел пораньше, так уже, мне кажется, убил бы. Так, плюс три Архона. Здесь пока они сливаются. Это время потребует определенного. Здесь два Дарка. Дира заходит. По классике он разводит. Просто здесь. Фатонки нет, ничего нет. ГГВП. 3-0. Дир, ребята, очень уверенно. Игра с его стороны не ожидала, что он классика так разорвет. Молодец, молодец. Что и говорить. Пробок 13 минус. Классик что-то пытается сделать. Но ты пытался, классик. Ну а серверов Роба заказывать надо, как только оно доделалось. Вот если бы Дарк Шрайн спалил бы во время Хараса. Прикиньте, с Харасом 13 пробок захарасил. Но Дарк Шрайн так и не заметил. В итоге вот результат. Вот. Ну что, ребят, вторая пара у нас на горизонте. Дарк против Гуми. Хой, с такими темпами все пойдет. Я еще и Машу из садика успею сегодня забрать раньше 6 часов. С одной стороны я хотел бы, чтобы так было. С другой стороны, блин, такие турниры хочется, чтобы помощнее были. Пары-то бились до конца. Гейминг показывали. А не какие-то 3-0 просто разрыв. Ну будем надеяться. Дир против победителя Дарка Гумиху покажет хорошую матч завтра в полуфинале. Ребята, напомню, в решающий день завтра будет полуфиналы. Это что за дерьмо-то я могу. На твиче это происходит. Я не понимаю. Почему опять у меня... Почему опять у меня... Бета-версия сайта на херам-то врубилась. Что, не отреодактировать нормально? Меня это бесит, бета на твиче просто. Название надо поменять. Еще, ребят, что-то кофе у меня сейчас прям... Он стоит уже. Сейчас я на минутку отойду. Физиологическая пауза, так сказать. И будет у нас, ребят, вторая карта. Второй матч. Дарк против Гумиху будет очень крутой матч. Ждем. К fooled. Найд ? Все было! И Бетон. Угружаем. 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 Ремешут. Угружаем. Угружаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Если б я с пятого этажа Обсывал бы комментаторов СК-2ТВ, то прям в бассейне То они б в нем утонули, короче Потому что, ну, очень хотелось, очень хотелось Ну ладно Шуточки за 300 закончились Ждем, короче, пару следующую Ну, Даркогумихуя, по крайней мере, здесь вижу, поэтому... Что, думаю, насчет пары следующих Ну, Дарк почему-то вот на Ливу не испортил По коэффициентам, например Если букмекеров брать 1.50 на 2.53 гумиху И 2.53 гумиху, мне кажется, это очень заманчиво Ансад полетел куда-то Я читал новую, что у нас появился Медицинский ансад вертолет Походу, что-то слух Ну, авария, может, какая или что, не знаю Но только что он полетел Вот Ну что, ребята, Даркогумих ждем начала матча следующего Думаю, что понапряженнее будет он, чем предыдущий ПВП Медицинский ансад вертолет ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует... Ну все, ребята, бо 5, поехали. Вторая пара Dark против Gumi. Ответ на твой вопрос здесь вообще. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что же, ребят. Пулл первого ударка. Пулл первого ударка. Пулл первая карта. Одиссея отвлекся на секундочку буквально. Цвета синий Dark. Зерк красный, тиран Гумич. Позиция 11 часов и 5 часов. Одиннадцать Гумич, 5 Dark. У первых мув два линга стандартных. Дальше дроны пошли. Раскачиваются хата. То есть против рипера мув очень ранний будет. Гумич же играл... Гумич же играл... Депуха, газ, барак, в рипера, в ЦЦ, факторку во второй газ. Так, собаки забегают. Принимают. Две собачки было уничтожено. Разведывал, увидел тайминг факты. Единственное, что Dark увидел. Опа. Вот это билд. Кстати, смотрите, какой интересный у Гумича билд. Две факторки ранние прям. Раньше такие билды были подобные, кстати говоря. Может быть, это Супер Мазгелики, например, с Армори. А почему бы и нет? Если здесь второй реактор пойдет, может быть и так. Если это будет... Да, да, да. Это 10 гелионы и хелбаты все будут решать. Вот Армори уже пошло. Причем это не только Супер Мазгелики. Может, пару циклонов можно добавить. По этому билду вполне. А Dark 12 лингов забегания будет сейчас, во-первых. Во-вторых, оверы на скорости летят. Разведка идёт. Кстати, он очень ранен с палец, что здесь билд такой. Прям у тирана халявный вообще. Так, кресло старое я уже давно поставил. Просто, ну, я не люблю хлам дома. Здесь и так у мамы хлама полным-полно. Не то, что хлам, как бы, а когда много всего, как бы, и ты его не используешь, а одно я не использовал. Ставил старое, другу подогнал то. В целом, то кресло мне понравилось, как его, но на 8-10 часовых стримах пятая точка потеет. На нём немножечко всё-таки эго-кожа. Такая тема здесь как-то с этим попроще. Но, в целом, как бы, мне по удобности оно нравилось. Здорово всем, кто недавно подошёл. Забегание линга пойдёт очень неплохо. Здесь три гелика, которые всё здесь контрит в лёгкую. Хеллбаты тем временем заходят в Дарку на вторую базу. Прям проходят мимо королев. Три дрона сразу же, 4 минус. Собачки терпят. Ну, королеву издалека расстреливают на халяву. Хеллбаты единственный минус. Собаки все погорели. Здесь геликами гумич всё ещё переконтроливают. В итоге по рабочим-то гумич плюс. И, ну, 8 роучей заказано. Но здесь 4... Здесь 2 реактора. По 4 юнита можно строить. То есть сейчас будет рез и просто надо циклонов заказывать гумичу. И всё окей будет. Так, ещё одного дрона умудрился забрать. Но это всё. Да, 3 циклона. Плюс 1, кстати, играет почти готов. Всё очень интересный билд. Мало того, что такая агрессия начальная... В хрена себе рипер просто настрелял. Это ведь один рипер, по-моему, хату атаковал. Только посмотрите, он пол хп хати снял. Это он стрелял просто несколько минут. Стоял и стрелял. Вот. Мало того, что очень агрессивный билд в плане циклонов гелионов, колбатов, пуша. Так ещё и тайминг грейда какой просто ранний. Овер не ушёл. Здесь вижен был от ксмки от этой. В это время гелики на мейн от гуми ещё заезжают. Начинается харас. Очень сильный харас. Начинает 4 рабочих. Ещё минус. 47-28 по рабочим. Единственный шанс для зерга это атаковать сейчас. Причём боевого лимита не намного больше. А здесь ещё и грейды лучше. Причём плюс 2 уже заказано. Так, циклонов уже есть. 3-4 штуки. Гелики пошли. Я ещё говорю, по 2-53 гуми ещё это заманчивый коэффициент на самом деле. На него был. Третья ццеха доделывается. Лимиты больше. Дарк не собирается лезть. Собирается макро делать. Экономику устанавливать. Да, похоже, что так он и делает. Решение, мне кажется, сомнительное. Потому что пока был боевой лимит преимущества, до сих пор он есть. А, ну Дарк тут и экономику немножечко восстановил. И он сейчас на более сильной экономике какой-то пуш начинает делать под тайминг вот этой вот брони. Морфетс овер для дропа. То есть, видимо, сядут туда королевы и 3 штуки, которые есть. И роуч с лингами полетят. И это единственный шанс будет. Хотя нет, сначала роуч Харас пошел. Роуч Харас крайне опасен чем? Циклоны, во-первых, роучи разрывают в хлам. Тем более, когда атаки преимущество над броней есть. Это первое. А второе, они и оверов не дают уходить овером. Там 4 циклона захватят его, и он вообще никуда не денется, например. А циклонов уже 6 вообще. Так, пару лингов принял. Реводжеры идут вперед, обходят барак. Так, сейчас Дарк. Гумиху прекрасно, видишь, здесь происходит. Гиллионами продолжается Харас. Здесь есть чем встретить. Надо уйти, Булаку отсюда. Холбатов, наверное, заморфить. Протянуть немножечко времени. Танки первые уже готовы. Танки это вообще, конечно, замечательно. Тут 2 гелик плюс циклон, как бы. Прием хороший. Так, 3 цецеху Дарк, конечно, заставил поднять гумича. Фаерболы по депошкам по рампе пошли. Захват овера, как играет, очень быстро его выносит. Да, 2 депошки фокуснул. Реводжеров 12 штук. Это реально много. Собачек очень много строится. Но цецеха улетает, в принципе. Надо просто бой принимать нормально. Сейчас гуми по танчикам достает фаерболами Дарк. Но не смог отфокусить. За 3 фаербола не смог выкинуть. Только 2, в общем-то, выкинул. Надо бы вычинивать было в танк. Но нету вычинки никакой. Все, теперь фаерболами точно заберет. Но реводжеры кончаются, ребят. Дэмэдж получен. 2 атаки уже как циклоны кладут. Несмотря на то, что броня есть. Все равно превосходство в 1 апгрейд присутствует. И все, гумик пошел задавливать здесь уже. Он понимает, что Дарк... Все, есть всякий опыт. Потенциал для пуша. Броню заказывать, чтобы побыстрее доделать. Там 114 секунд всего. Я думаю, что здесь уже все ясно. Предельно. Причем, жаль только, что по билду. Хотя лаба-то есть. Почему синее пламя не заказывает гумику? Для меня вопрос. Собаки забежали. Геликов тут напрягает. Но гумику одним там законтролил. Танк все добьет. Дарк пишет 3г. Потом 2г. И выходит из игры. Первая карта за гумичем остается. АПМ, кстати, смотрите. 317-319. Два АПМа разница всего. Продолжение следует. Здорово, Акирыч, здорово всем, ребят. Ну всё, закончится музон, как-то начинается. Всё заканчивается. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Ну что, 1-0 гомич, погнали, ребят. Карта номер 2. Соберётся ли Дарк, не знаю, он должен собраться к вам, денется с первую карту в начале, как он затерпел прям сильно очень. Звучит музыка. 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 ТСН готов! Улучшение командного центра завершено. Так, ну что же, ребят. Улучшение командного центра завершено. Улучшение командного центра завершено. Вторая карта путь на юр, ребят. У нас гумич против Дарка у нас бьется. В этот раз у Дарка другой билд. Вот семнадцатая хата Гаспул, соответственно. Третья хата по готовности, когда королеву строили, она была заказана. Третья королева пошла. Инъекции в хату идут, соответственно. По рабочим уже Дарк немножечко в плюс. Уже другая ситуация, соответственно. Ну и у гумича совсем другой билд. То есть он через Рипера играл. Но далее играет он ни в какие, ни в две факты. Факторка Старпорт, Минки, Марики с реактором. То есть это передроб Мариков с Минкой будет. Возможно, какой-то потом факта на реактор прилетит. И геликами урыв будет в определенный момент. Может быть Хеллбат под пуш. Может третья цеха там пораньше. Может вообще в Био будет игра. Или Старпорт на лабу Рейвена и Банши. Там пока непонятно что. Причем Дарк в этот раз без скорости овером играет, как вы видите. То есть он не знает, что именно делает гумич. Сейчас он может спалить овером, кстати. Он да, он все палил. А, еще и Линк прибежал. И овер, и собака все спалил в итоге. Дарк у нас это очень жестко было. Линк прибежал. Нормал. Что это это? Мы уже не смогли genommen. Блин. Так, продакшн я закрыл. Да, стимпак, ребят, гумич в этот раз био решил сыграть. Посмотрите, плюс два барака добавляются, щиты в перспективе будут, реактор еще и на факте, реактор на Старпорт. Био плюс минки плюс Старпорт, две инженерки 1-1 в ближайшей перспективе будет заказано. Марик тут рано или поздно, я думаю, что достаточно рано он сбреет, например, этого овера дома. С Рэйвеном гумич еще и крип вычищает. Видите, какой бинт хороший получился. Пришел с Рэйвеном, крипец тут подбрил. Наверху сейчас можно геликами плюс репером крип подбривать, пока королевы в другую позицию ушли. Кстати, крип тумор это все новое абсолютно здесь, между прочим. Верхний вот этот не сбрил. Ну тут, в принципе, Дарк быстро достаточно. Крип восстановит. Можно на четвертый уже у Дарка, что можно сюда приехать, попытаться его понапрягать. Кстати, билд у Дарка интересен чем? Тем, что эволюшн у него достаточно поздний. То есть он уже подготовлен, лэйр уже готов, а эволюшн еще не доделываются. А лэйр ранний какой-то на шестой минуте готов. То есть и не Гидроден здесь пошел, а Инфестейшн пошел. Возможно, Дарк думает, что Гумич будет. Да нет, он видел, что бил. Если бы это было, он не видел, что бил, можно было подумать, он с вармхастов хочет, например, напилить. Но нет, он все прекрасно видел. Мариков контроль от Гумиху просто замечательный. Мариков вообще не отдает. Рэйвен авто турелями шатает и шатает здесь. На рампе марики здесь все еще напрягают. Но две королевы вынуждены улететь. Стима нет, как бы, и тяжеловато. И гелики здесь пошатали. Но все, три дрона подрезал Гумиху. Но по лимиту в плюсе в целом. Тайминг кармари великолепный. Под 1-1 готовность успеет. Оно доделаться 100%. И пойдут 2-2 апгрейды. Ну а здесь ранний хайф. То есть это, видимо, ранняя ультра. От Дарка планируется. Другого варианта я здесь не вижу. Другого я здесь просто не вижу варианта. Ну и выход пошел. Интересный, кстати, выход. Ну, нужно армори дожидаться. Первый медивак, которым шатал Гумич, вот он здесь. Смотрите, просто 2 юнита на 36 на данный момент просто. А, тут и криптуморы учитываются, как юниты. Но только ресурсы не теряются от них. Вот, интересный момент. Все, сейчас можно транспортить. Так, влетает Рэйвен. Все еще рабочих пошатывает. Вот это юнитом вообще не учитывается. Потери растут. 2 на 50 просто юнитов разменено сейчас. Это жесть. Еще 2 рабочих. 51-52 вообще что творится. Посмотрите, как Гумиху эффективно играет. У него почти нет потерь. А сам просто чуть ли не в 10 раз больше зашатал. Третью ЦЦшечку занял. 2-2 делается. Щиты доделываются. Броня на технику поперла. Сейчас вот и Гумич потери, естественно, понес. Но в целом как бы живет. В целом более-менее нормально. Собаками разминировать будет. Ну вот уже тут будут. Ох, хорошо. Минка вторая бомбанула. Я не успел посмотреть, сколько она убила. Но нормально. Но все равно двукратное преимущество. Пользу Гумича по потерям. 2-2 грейда делаются. Броня на технику доделывается тоже. Ударка пошел уже панцирь ультралом. Но только второй коготь. Броня не делается. И всего лишь один ультралец в заказе. А лимит от Гумиха больше. Боевого 85 на 72. Если он тайминг 2-2 грейдов сейчас ловит, тогда там до готовности 36 секунд атаки и 56 секунд брони. Рейвен что-то на мой слух. Непонятно зачем. Здесь от бейлингов уворачивается нормально. Ну как бы бьется Гумиху, ребят. Сплиты хорошие. Марики назад отходят. Мародеры втанковывают. Бейлинги кончаются. Все марики вообще унижают. 152 на 120. По потерям все еще даже улучшает Гумич ситуацию после этого боя. Весь прирост идет сюда. Первый ультрал выходит. Так он мягенький. Гумиху видит это. Просто начинает его фокусить. Ну как же трансьюзом. Благодаря он выжил сейчас очень жестко на самом деле. Выжил. Это нормальное столкновение для Дарка было. Но ультрала все еще надо зафокусить. Фокусит Гумиху. Ультралецка нужно отступить. Два бейлинга катятся вперед. Понимает, что он в окружении. Вынужден отступить. Улететь к силнаге сейчас. Третья атака. Вторая броня на технику. Грейды Гумиху прям идеальны сегодня. Грейды Шпилит. Собаки на мой право сливаются. Здесь забегание замечательно идет. Но здесь две, кстати, вот эти две депочки. Это прикольная тема. За ними, как за такими естественными препятствиями, марики стоят с мародерами. И все, собакам не забежать. А так бы просто взяли по окружили бы на самом деле. В это время Гумиху тут еще пытается его рисовать немножечко. Королеву поверсира забирает. Королеву не забрать. Нужно улететь назад немножечко. Что Гумихи делает. Забегание с собачками очередное. Идет Тимну тут пьем. Он здесь только бил. Куда там. Нужно единственное третью броню заказывать сейчас Гумиху. СЦФу четвертую он занял уверенно. Дров в районе мэйна здесь Дарк ждет. Дров в районе четвертый здесь Дарк ждет. И везде ультралы спличены, кстати говоря. Не, ну оборону Дарк сейчас великолепную, конечно, демонстрирует. Но ничего... Гумиху все очень даже неплохо здесь в этой игре. Собаки забежали. Видят, что без шансов Дарк здесь убегает сразу же. СЦФ сейчас планетаркой станет. Это уже смысла не будет. Забегать особо. Рейндж-либератор. Третья броня так и не заказана в инженерке на пехоту. Конечно, не критично. Но надо вспомнить против собак. Это все великолепно работает. Ладно, там против ультралов. От их клешней это не сильно, на самом деле, помогает. Но против лингов замечательно заходит. Королев, у которых, например, ноль атаки. Просто великолепно. Бейлинги тоже, да, втанковываются там хорошо. Так, кого-то дропают. Но это не меня, слава богу. Так, кого-то. Угорают по поводу Ксиаоза. Так, он админ, он не кастер, поэтому никаких рей не будет здесь. Ребят, продолжение пошло. Грейды доделываются. 3-2 делает Дарк. Дарк занял пятую в центре. 79 дронов у Гумиху 3-3. Треть так почти готова. Вторая на технику почти готова. Почему? Я не понимаю, сейчас тираны взяли моду строя либераторов делать броню. Но с другой стороны вся техника будет грейжная, в том числе и медиваки. Опа. Фигаминка шарахнул. 16 юнитов уничтожено. Собаки что-то забежали криво. Так, похоже, что да. Но вот сейчас бы желать нам грейды бы на... Вот, да, пошла воздушная атака. Как же Гумиху замечательно апгрейды в этой карте делает? Просто царь вообще. А ведь это в био игра чуть ли не ключевой момент. Забегание идет, видит Гумиху. Прекрасное забегание. Два либератора раскладывает на стенку. Ну, кстати, с Эппетобейлинголинги были либераторы. Так, не особо бы и сдержали бы. Хороший характер. Дропом. Две минки сжахнули. Сейчас надо катить ультру пытаться, что ли. Ну, Дарк понимает, что голый ультру избил. Тоже биться не нужно совсем. Гумич отступит. Здесь энергии-то на медиваках нет. Вылечить все нечем особо. Даже юнитов своих. В центре тоже непонятная какая-то группа осталась. Реально маленькая группа юнитов, которую могут... Может выбить зеркорст легко. А тем временем либератора начинают свою работу просто. Тринадцать-четырнадцать рабочих уже уничтожено. Это все два либератора фактически. Шестая база выбивается. Гумича. Дарк накинул зеленку на медиваке. Один какой-то камикадзе там похоже... Похоже был эффект какой-то наркотической зеленки этому... Девушке, которая медивак водит, она полетела прям на спорке куда-то. Вот. Непонятно зачем. Ну все. Био-3-3 у Гумиху. Гаста, маскировка Гасты пойдут. По пять либераторов он строит в данный момент. Вот, кстати, пять либераторов прилетает сюда. И что это? На мейн будет дроп? Или куда это будет дроп? Я не знаю. Или сюда прям атака? Сюда прям атака. Либераторы раскладывают. Надо... Не надо био-увозить. Либераторами должен разобрать, скорее всего. Хотя нет, смотрите-ка. Все, что-то было уничтожено как-то. И либераторы-то не помогли в итоге. Надо баланс. Здесь уже не надо так лезть в Гумиху. Что он прет-то туда? Уже надо бой давать как бы нормально, получается. То есть армии основной, а он куда-то прет, непонятно. Здесь все абсолютно. Либераторы блокируют от ультры. Ультралы заходят. Получают спину просто от либераторов выстрела от одного. Нифига развалило его. Аж Кусман отлетел. Но на центре, посмотрите, сейчас био эта группа будет уничтожена. Возможно. Под либератора надо уйти. Минк плюс либераторы. Здесь один ультрал, кстати, упадет точно. Может быть еще один упадет. Пацаны хотят жить. Убегают. Часть био выжила все-таки. Ну и Гасты начинают строиться. По три штуки. Медиваков надо больше. Это правильно. Потому что их три штуки на данный момент полудохлые. Вообще после зелени их бы вычинили. Да, потому что следующая зеленка их просто убьет. А тут энергия есть. И Гумихо еще при этом все сделал грейды уникальные, сданческие. То есть туреткам рейндж. Во-первых. Во-вторых, броню с данным. Кстати, если раскладывать либераторов, желательно их сплитить, чтобы зелень не зашла вот в такие жесткие стейки. Вот посмотрите грейды у тирана. Просто жесть вообще. Все почти грейжено. 2-1 воздух. Уже надо бы либераторам вторую атаку заказывать. Видимо, а то как-то печально простая вот армори. Я думаю, меч будет вообще. Видно не было. Вот и полетело. Может быть и видно не было. Мне кажется, отделен какой-то эффект. Странный. Просто Гумич там сплитил на самом деле. Пофиг был на этом. Медивак. Гасты принимают бой. Плюс либераторы. Все, назад вступает. Караптеры заходят. Куда там, ема? Часть либераторов вообще вперед полезла на зеленки. Гумиху здесь что-то разваливается. Я не понимаю, у него какие-то либераторы. Просто большая часть сзади. Несколько впереди. Почему их планомерно-то не разложить было? Но самое интересное, что Гумиху... Вот он играет в био, но этот стиль чем-то на мех похож. Он просто занимает стационарную позицию на центре. Он допиливает здесь туретки, чтобы караптеры так наглую не влетали. Здесь не один рабочий, здесь 2-3 надо. Здесь штук 6 туреток запилить. А ведь они с грейдом на рейнже. У них 8 рейнжа. Они просто очень далеко бьют. Смотрите, вот сейчас караптеры залетят, туретка сразу поливает издалека просто. Плюс марики есть на 3-3 грейдах. А здесь брони 0-0. Вообще нулевые грейды на воздух у Дарха, соответственно. Так, ультралы в тыл пошли. А чем здесь встретиться? Нечем встретить? Нет, есть био немножечко. Собак встречает Гумиху. Либераторы странно раскладываются. Здесь ничего не перекрывают. Марики и мародеры сплетятся. Отобьется тиран здесь легко, достаточно. А Депуху закрыть? Закрой Депуху, Гумеич. Не закрывая Депуху зря. Собаки внутрь прибежали. Значит, несколько рабочих будет уничтожено. А в это время шанс на караптерах появился. Центр отбить. Но одни туретки и просто все заблокируем. Чего либераторы-то не разложено? Раскладывая либерков. На туретки залетают оверсиры. В итоге затанчил здесь. Одна осталась. Нормально. Одна даже здесь поможет. Сейчас 2-2 уже воздух будет. Кстати говоря, против одной атаки. А при таких граидах либераторы могут караптеров вообще на оклики убить в количестве 13 штук, если они... Вот, все, новые туретки здесь запиливаются. Какая-то прям жесткая макроигра получается, ребят. Но я хотел и получил в итоге. Причем био, но такое самое лайтовое био уже... Так, это уже для рейвенов какой-то грейд перекалиброванная взрывчатка пошел. Гастов уже 9 штук. Сейчас 10-й построится. Пытается дальнюю вас занять гумич шестую. Но тут КЗ получится или нет, по-моему... Ваш камер на 1111 рублей. Ох, спасибо, Кин. Большой дебродюньчик. Хорошо ультралы заходят. ССФ-ку одну не дал заморфить. Но здесь либератор... Понимаете, гумиху... Этот юнит очень мобильный. Гумиху успевает все заблочить. И кажется, это охота на зверя сейчас пошла. Ультралы зажаты. Здесь не выйти. Здесь тоже не выйти. Гасты плюс био. В итоге 3 ультралиска. Ценейшие юниты зажаты. Снайперит. Эти стреляют с пулеметов, со своих фугасов. Гасты снайперят. Этого тоже заметили. Закопанного. От снайперил здесь гумих. В это время бейлингов забегания идет. Но действие цеха уже не добывается. Здесь нечего проблевать особо. То есть это слив ресурсов будет для дарка. Но дарк хат это новое и новое занимает. Посмотрите. У него ситуация экономическая замечательная. 69 рабочих. 2,2900 на 700 запас. У гумиху больше, правда. Так, в целом, считаю, гумиху все равно здесь пока ведет. Плюс у гумиху третий уже грейд на воздух. 3,2 сейчас будет. Воздух либератора. У дарка 0,2. С тремя атаками 0 брони. Каравторов там вообще выносить будет вообще. Будет выносить. Потери давайте глянем в этой игре. 17 на 28. Посмотрите, потери не в пользу дарка. На центре. Три либератора бьются инвиз. Гасту не врубается. Вот, врубил. Молодец, гумих инвиз. Он еще тут. ЕМП шнул королев. Просто царь. Королевы падают. Либераторы выжигают все, что могут. Даже здесь размен такой неплохой для тирана получился. В это время цецеху опять же пытался напрягать дарк. Но гумиху в итоге занимает. Плюс еще 4 гаста пошло в заказе. Лимиты близкие к 200. Они вообще не проседают практически. Не было ни одного замеса, чтобы лимит просел. То есть тычки, стычки, стычки идут. Но в целом армия у всех как бы стэк держится. И тут ничего не поделаешь. Все, что нужно дарку, я считаю. У него очень слабые игры для его ресурса, для его экономики. Во-первых, у него королевы с нулем атаки. Наземные игры на атаку, считаю, нужно делать. Потому что здесь, например, есть 3-3 рейнжовая будет. Прикиньте, в замесе там при таких ресах штучек 20 гидралисков добавить на 3-3. Против голых либераторов, да там позицию меняешь. Плюс караптеры замечательно может заходить. Во-вторых, нужно воздух усиливать. Брони совсем нет. Да, вайперы, конечно, зеленкой кинут. Их 5 штук на либераторов. И вообще все, минус нут там в хлам. Но, причем у них энергия полная. Особенно, если либераторы в стэке будут. Но если этого не произойдет, или либераторы спличены, хорошо будут. А они просто в хлам унесут. 10 либераторов унесет 14 караптеров при таких апгрейдах. Реально. То есть 2 атаки зерка воздушные на 3-2 тирановские, ребят. Даже можно проверить, я уверен. Не, и с идеальным-то сплитом не унесут. Но если хотя бы они вот в таком стэке, не в таком, а вообще слетаются. Ну хотя бы вот в таком. Будут биться либераторы там с нескольких залпов. Убьют с 2-х или с 3-х где-то, наверное. Вот. Так. Бейлинг баст идет на ццеху дальнюю. Две брони. И даже не спасет слишком много бейнов. Рабочек надо эвакуировать. Все правильно гумиху делает. Гаста можно инвиз врубить. И просто здесь через а-клик отбиваться. Гасты, да, хорошо. Они собак бейлингов принимают. Но, блин, ццеху уже не спасти. Нужно либо орбиталкой перелетать, либо новую строить. Гумиху считает новую построить. Но, блин, пока она строится, здесь еще несколько забеганий может пройти. Гастов уже 22 штуки и 5 строятся. 27 их сейчас будет. Такого я давно не видел. Гумиху по стопам хэппи пошел. После того, как хэппи ливнула Старкрафт, я таких игр давно не видел. То есть глаз решил гумич порадовать нам с масс-гастами. Посмотрим, как они зайдут. Это просто анлимит с наэпершоты практически. Это собаки, которые просто добегать не будут. И я даже не знаю, что там делать будет с этим. А между прочим, Дарка еще, знаете, чего у Дарка нет? Кстати, и гаста дофига стало. Микоза нет. То есть наэпершоты сбивать абсолютно нечем. В эскан Дарка гаста мне поможет сейчас, потому что есть оверсиры. Гасты бьются просто вручную. Но линго-беллинги их смяли. Где-то 5 гастов было уничтожено. Но подходят остальные сзади. И вроде как отгоняет гумич. Но СЦХу одну отдал, правда, на которой давным-давно ресурсов уже не было. То есть самая важная база сейчас для Азерга, понятно, вот это и вот это. А для гумиху вот это занятие, просто вот это законтраливать. И она будет последней его базой фактически вообще. Так, посмотрите просто, посмотрите грейды в этой игре. Вообще жесть. Вот у гумиху. Вот правильный сиран, посмотрите. Даже, блин, на ревенов, которых нет, сделал апгрейд. Зачем-то не знаю, зачем на ревенов он делал. Дарк не хочет лоб драться. Он все время на контр-забеганиях действует. Думаю, что правильное решение. Вот это игра на контр-забегания. В такой ситуации. Гасты в инвиде. Опять снайпернуть бы вот этих всех, чтобы гастов не обнаружить было. Там новая оверсера есть. Гумич пытается вернуться. Дарк ему соплая блок уже сделал. Нет, так, ребята, проиграть ведь можно. Что за бред? Сцеха еле живая. Мулу нужно выкинуть, чтобы вычинить ее. 40 хп осталось. Что ж такое-то? Сцеху не вычинил гумич. Идет вперед. Лимита, да, его больше. Ну, блин, это тяжело. С зергом накрить. А вот и инфесторы появились, ребят. Только я плакал про инфесторов. А вот они и появились. Без либераторов здесь вообще не втащить будут. Скан инфесторы минус. Микос один зашел. Крутой Микос, конечно, снайпершоты от гастов. Пошли либераторы против караптеров. На муве дерутся. Раскладывают сейчас по земле. Караптеров просто немерено. Либераторов всего два осталось. 110 на 146. Неужели гумику такую карту отдаст, когда он так вот бился замечательно? Гасты снайперят все по воздуху и что видят просто. Ультрала тоже снайперил. Гумич 84 на 117. У нас год одними гастами вообще без всего идет вперед гумихо. Надо ли так ломиться? Но вообще боевой лимит у Дарка, конечно же, в караптерах сейчас. Это на самом деле... На самом деле такой себе лимит. Инвиз пошел. Здесь оверсир есть. Но если гумихо отдаёт дарков, это гг. Он дарков отдаёт. 1-1, ребят. Похоже, так идеально всё делать и так отдаться. Но дарк, конечно, просто царь. На контрзабеганиях действовал вообще жестко. То есть просто не подраться. Бумиху было. Но ему нужно инициировать было. Он долго в центре мялся. Долго в центре мялся. Позицию занял с туретками. Ксилнаги контролишь. Выходи в центр. Дома там по 2 планетарки поставь, если надо будет. Я не знаю. В конце концов, биогруппу какую-нибудь можно оставить. Я не знаю. В итоге проигрыш вообще. Игра очень местная, очень крутая получилась. Великолепная игрой D от гумих, которые его не спасли в итоге. Но дарк не сказать, что тоже вообще не грейжен был. Хост нужен. Хоста нет пока. Хоста нет пока. Хоста нет пока. Ну что, ребят. Третья карта. Дарк гумиху. Еще никто не проиграл. Битва равная идет абсолютно. Вот в таких играх ядерки часто юзают. Я не знаю, почему гумих не юзал. Сейчас можно было заходить. Просто великолепно на самом деле. Ядерками бомбить. Спасибо, Кин, еще раз за падежет. Сейчас я тебе добавлю. Спасибо всем, пацаны, кто поддерживает. Мотивирует и т.д. Ну и, конечно же, не лишнее. Абсолютно. Пока паузу надо добавить Кина. Свету рублю пока. Пеп, смотрите, а то что-то пасмурно очень. Сегодня ночью вообще сухо было. С утра опять дождь пошел. Короче, очень полно. Полнейший охотин. С утра опять дождь пошел. СССР готов. СССР готов. Ну всё, пацаны, третья карта. Гумич против Дарка, ребят. Глубоководный риф, очень такая мясная карта. Может здесь и мех быть, может здесь быть не мех. Кстати, пильную рекламку полчаса уже не пилил. Так что спасибо всем, кто адлоги отключает, подписывается на премиум, поддерживает. Громадная всем за это. Реквизит на всех каналах есть через ggplayer. Мужик может поговорить, естественно, благодаря поддержке. Здесь Харас, рипером идёт, 0 юнитов уничтожено. Дарк не играет, пул первый, 17 хат и газпул. Посмотрим, что Гумич будет делать. Пока что газбарак, рипер в ЦЦшечку, факту в реактор на бараке. Соответственно, марики с реактора строится, фактур почему-то пока молчит. Вот циклон пошёл. Нет, не мимка марик плюс циклон. Харас популярный стал в последнее время. Дроп 4 марика циклон со стороны тирана. Ну и, возможно, это мех, ребят, будет. Возможно, это будет мех. О, Пупец, что-то ты тут лепишь. Депутатом встал. Да, где бабло вообще? Не получилось овера сбить циклоном, ребят, улетел. Вот циклон плюс 4 марика. Может, этого получится сбить? Подумал Гумич. И этого получится сбить, конечно же. Овер минус, supply block ударка. Первые 2 гелика есть, 2 плюс строятся. Армори пока нет. Это свидетельствует о том, что не факт, что мех будет. Но на бараке лаба тоже, в свою очередь, не строится. Поэтому не факт, что и био вообще. 4 гелика плюс дроп. Погнал. Да, армори инвиз баншам пошел. Где армори? Армори на второй базе. Инвиз банше, да, похоже на мех очень сильно. Дроп на четвертый. Навряд ли получится отменить. Там базу заезжает Гумиху прям в собак. Куда ж ты въехал-то в этих собак? Дарк на изичах. Елика всех минусует. Зря оттуда ломился вообще. Понятно, что бы шутил шутник. Ну что, развалил тут собак очень-очень много. Гумиху улетает. Заезд с геликами зафелился. Но идет выход мех. Сейчас банши начнут харассить, во-первых. Во-вторых, плюс один закон. Третья ццеха уже добавляется. Очередного овера Гумих забрал. Неплохая работа по потерям. У Гумиху выше, чем у Зерга даже потеря. Рабочих вообще Дарку не убил. Четыре гелика двух роучей отгоняют. И нахал батов затрансформировать. Ну шести уже можно и не трансформировать, в принципе, вообще. Опа. Это реводжера пуша оказывается. А я и не вижу вообще. Дарк пришел опять. Повторяется история первой игры просто, по-моему, абсолютно. Но тут две банши. Прилетает королева, а против королев уже попробую посражаться. Третью ццеху Гумиху вынужден отменить. Я вообще не заметил, как реводжера пуш заходит. Здесь третья ццеха была не раскачивается. Собак пачка идет вперед. Стенка у Гумиху до сих пор не закрыта. Это очень большой фейл. Одними халбатами здесь точно не отбиться. Похоже, 2-1 Дарк, ребята. Как-то он в хлам законтрил меня в Гумиху сейчас. Собак вообще не пускает под халбатов. Только фаерболит. Только против рабочих ими дерется. Танков не было. ГГ, ребята. 2-1 Дарк. Хорошая работа Дарк 2-1. Ну, не знаю. Нужен ли нам зерг здесь в полуфинале? Но если Сухарикен не обыграет, то вообще неплохо бы было бы. Так-то тиранов у нас 2. 2 зерга и 4 протца. Здесь, но протца в двух парах не фавориты совсем. Кыч победит сильнейший, как обычно это бывает. В первой игре такой Чиза Дарка не зашел. В этой игре зашел прекрасно. Впереди нас после этого матча ждет 2 матча. Сухарикен и Новый Шенхиры. Будет круто, конечно же. Ну, пока плотненько. Ну, хотелось бы больше игр как вторая, чем как третья. Вот в Гумиху Дарк, да и вообще как бы. Сухарикен и Новый Шенхиры. Продолжение следует... 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 Проход есть. Второй бункер. Везде проходы есть. Понимаем, что Бумиху делает-то? Какие бункера, если проходы просто не закрыты? Ё-моё, сколько ж тут Бэйнов-то дофига. Не три или один этот. Стимпак не готов. Еще секунд 15. До Стима надо на рампу сваливать. На Мэйн, иначе беда. Так, марики заспличены. Бэйнов Бумиху развел, убил. Марики все еще есть. Живые. Хорошая пачка. Плюс КСМ-ки надо в бой бросать и КСМ-ок. Стимпак несколько секунд. Бэйлинги фокусятся. В плане фокуса Бумиху царь. На Мэйне рабочими собак отбил. Надо на добычу возвращать. Все, марики в бункер селись. Стим есть. По пять строятся. Один-один гриды делаются. По рабочим Дарк уже на десятку, правда, в плюсе. Но по технологиям и даже по экономике в целом, на самом деле, у Бумиху все замечательно. Я должен сказать, почему. Да потому, что у него Стим 1-1 сейчас будет. Уже первые медиваки строятся. Как только медиваки будут, это будет плюс контроль, плюс лечение. И думаю, что Гумих на изичах. Добьется четыре мула. На второй карте базе таскают. Факторка не работает зря. Мне кажется, факторку нужному тоже было продакшн запилить. Какой-то факторочке. Четыре Бэйна на Мэйн залетают. Среагирует ли Гумиху против Бэйна? Вопрос открытый пока. Здесь собаки терпят от бункеров. Залет идет. Гумиху видит, что врывается овер. Надо отвезти рабочих. Гумиху среагирует. Не отводится ничего. Провал полный. Шесть. Правда, КСМ их всего не слишком много для такой ситуации. Все. 1-1. Грейды у Гумиху давным-давно готовы. Армори нет. Потенциалов 2-2 выйти нет. Но боевой лимит хороший. Щиты будут скоро готовы. И нужно пытаться шатать. Очевидно, да? Есть старпорт. Один викинг. На викингов запилить просто. И сбить нафиг оверов всех этих. По марикам Бэйн нормально. Зашел по одному хп всем оставил. Смотрите. Но все выжили. Значит, вылечится, пацаны. А когда вылечится, злые будут. Армори пошло. Марики подстраиваются. 32-45 пробам. Ну, здесь смешной какой-то дропчик. Такой 7 мариков. В это время еще 8 на мейн идет. Здесь много ударков юнитов. На самом деле, линго-беллингов. Дофига. Очень. Надо уходить. Поэтому даже бой не нужно принимать. Как мне кажется. Попытка овера подрез. В это время залетает дроп на мейн. Темную зону или нет? Нет. Овер видел этот дроп прекрасно. Марики. Марики дропнули. Здесь собак есть. Группа. Поэтому все прикрыто вроде как. Но боевой лимит у гумиха все равно больше, ребят. Нужно высоко попытаться сделать, видимо. Кстати, сейчас броня как доделается. Та будет проще, значит, на дарху. Вот она сейчас доделается. Но здесь выход идет стабильный. Ну, как же бейны задалбывают гумича сейчас. По-моему, они его вообще сейчас затрепят этими бейлингами. Дарх. Сейчас на вторую полетел. Здесь просто немерено. Добыча сосредоточена. И сейчас будет отдано рабочие. Хорош, гумич реагирует. Надо оставить там рабочих еще. Бейлингов здесь пытаются словить. Но на крипе попробую их поймаю еще, гадов. На крипе они ускоряются. Ну, гумиху идет вперед. Фокус бейнов имеет место быть. На третьей базе начинает ушаться. Один бейлинг все остался. Но он доходит. И Дарх пишет гг все равно. Потому что явно недостаточно гумиху собрался. Отбил бейлинг баст. И 2-2. Счет. Тут первая заплывов. 2-2 у нас сегодня. Это Дарх против гумича. Порадовали пацаны. В РО-12 не было. Счета равного 2-2. То есть и решающие карты. Максимум карты, чтобы использовалось. Там 3-1 только было. И 3-0. 3-3-1 и 1-3-0. Сегодня тоже 3-0 Дарх против классика. И вот первая 3-2 у нас заходит. Да. Армор зарешал там на мариках. Но они еще без щитов в тот момент. Насколько я помню, были. То есть... Хотя не. Может быть даже и армор... Сколько там у бейлинга дэмэдж включено? Без щитов 45. Опять у марика, по-моему, он и без щитов как бы не погибнет. Без армора и без щитов не погибнет с удара. То есть может быть там ни армора, ни щитов было. Хотя армор вроде был в тот момент. Так, погнали, ребят. Бо 5. 2-2. Акалит карта, кстати, тоже здесь. Цехи первые можно ставить. Так, 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 так. Ты шеф готов! Ты шеф готов! Ты шеф готов! Так, 35 у бейлинга дэмэдж, короче. То есть, короче, ситуация была какая. Про стимпачил гумих у мариков, но они были на одном арморе. Вот что здесь было. В том эпизоде, как бы. То есть, если бы он не стимил, у них 10 хп просто бы осталось у мариков. А он их про стимил. Или до этого они про стимленные уже были, возможно, как бы. И бейлинг 1 хп им оставил, потому что была одна броня. Вот такая там ситуация была. Короче, ребят. 17 хп, пул, ударка, без газа. То есть, я полагаю, будет третья. Это готовность и пула, скорее всего, хатка. Ну, а гумих стандартно играет. Но это не газ-барак, это барак-газ в рипера и в ццшечку. То есть, возможно, в третью достаточно раннюю ццшку. Ну, и так, как гумихой играет в био. Две игры сыграл в мех, две в био. Одну в мех выиграл, проиграл. Одну в био выиграл, проиграл. Я вот не знаю, какой био он сейчас. Мне кажется, что он био, почему-то, на этой карте будет играть. Для меха она... Хотя, в принципе, пространство здесь достаточно открытое. Можно и в мех сыграть. Да, третья хата до готовности. Не до готовности пула. Годите ли, до готовности. Да, до готовности третья. Пошла газа, так и нет. Как бы, королева две строятся. То есть, без ущерба для королев. Если ты ставишь третью до готовности пула с газом, то одну королеву не можешь заказать, получается. Ну, скорость раньше собачка. Ну, а гумихой сейчас увидит этот билд и поймет все. Био-мех. Ну, да, я говорю, две в мех, две в био. Теперь био-мех надо. Через три ццшечки выход в стим. Тридцать три факторки, простите, у гумиху. Там есть такие билды. У гумиху вообще билдов, на самом деле, миллион просто. Это очень тиран такой разнообразный. Причем одинаково круто играет. И в био, и в мех. Две собаки отстрельнуло вообще. Где демки эти можно взять? Нигде. По окончании турнира, возможно, я их вылажу. Вот. Вместе с другими вообще, с корейского сервера. Я просто, ну, со всех серверов, как обычно, я делаю паки. Но я еще китайцы спрошу, как там они будут сами выкладывать или нет. Я думаю, будут. В общем, не суть вопроса. Короче. С вас причитается. Но следите за группой ВКонтакте и все выводы. Просто либо они будут выложены, либо нет. Короче. Рипер минус. Летал, летал. Гумич стрелял, стрелял. Четыре собаки убил. Ну, так, рипера, типа, окупил, в принципе. Но в целом не суперудачно. И, кстати, без ранней цецехи в этот раз гумиху играет. Зато танчик он делает. Это что, харас будет откуда-то? Откуда тут харас будет? Где он здесь танчиком под харас? Может, в какой позиции? Мне интересно. Овер залетает. Да, Аркович хочет видеть, что же там происходит. Он видит Старпорт, но он не видит факту. На лабе он не видит танк, фактически, сейчас. То есть это будет... Опа, добивается здесь. Еще один овер. Два овера гуми избил. Хорош, что цеху прямо снизу ставят. То есть минки плюс марики будет. Харас на мэне. Или на второй. И танк с мариками, возможно, вот сюда куда-нибудь прилетит. Здесь танк засиджет. Ну, да минеральный он не будет доставать. Все равно, на самом деле. Я даже не вижу, откуда на этой карте с танком можно попростреливать. Здесь нигде ничего не достает. Ну, а танк видно, что не оборонительный. Причем здесь мастятся танки будут. То есть возможен выход до стима. В чем здесь соль? Гумиху понял, что нету скорости ранней, похоже. Хотя он мейн вообще не видел лингом. И вполне возможно, что он хочет какой-то пушет сделать такой жесткий. Смотрите, здесь 6 мариков плюс минка. И еще 2 медивака с двумя танками и 8 мариками прилетят. В итоге мы будем иметь 14 мариков, минку и пару танков здесь, около дарка. А все, что есть у дарка, это королева. И сейчас там реводжер будет с тремя ровущими. Все, больше нихрена тут и нет особо. Да, посмотрите, летят. У мариков, правда, не 8, а 7. И выход в стим идет. При этом третья цеха достраивается. То есть это и агрессия, это и агрессия, и выход еще и у макро. Но в какой позиции сиджится, в какой позиции напрягать стараться? Вот мне вопрос этот мучает сейчас. Прям на второй базе, что ли? Да, похоже, прямо тут. Здесь-то спорка и королева. Прям под это все залетает. Танк сиджится, марки. Разгружается медивак. Отвести надо демоджиной, что гумич и делает. Очень жесткий напряг. Билд получается вообще жесткий, крайний такой. Здесь нет юнитов, просто чтобы выбить это все легко как-то дарку. Вот он с реводжерами заходит, фаербулы кидает. Вот танчику попал. Ну почему-то реводжеров много, а фаербул я только один увидел. В итоге гумиху просто разваливают. Здесь дарка больше лимита. Но хата падает, роуч падает. Пошла атака сейчас. По королевам преводжеров сбривает у нас. Гумич ЦТХ тут сбривает, тоже сбреет скорее всего. И улетит, да. Королевы живут. Очень вполне себе такой... Удачный пуш был со стороны гумиху с дропом. По-моему. Плюс два барака, дома три работают. Фактана реактор садится как бы. То есть там милишные свитчи. Гумиху свитч делает. Единственное, танки все отдалут, мне кажется. Не очень хорошо. Один медивак харасит будет продолжать мариками. Другой. Другие два домой возвращаются. Их желательно вычинить. Смотрите, блин. Блин, молодец. Гумиху проигрывает, конечно, тоже. Но вот он медиваки демеджены и вычинивает. Блин, это редкий кто из даже самых топовых тиранов делает. Успевает, точнее, делать. Харас на восьми мариках идет. Один погиб. Стальные улетают. Надо разгрузиться со стимом. Со стимом попытаться здесь спушить. И полетел еще дроп. Все, что есть у гумиху, он сразу в атаку бросает. Бараков уже четыре работают на пятом. Еще реактор только строится. В общем, четыре реактора лаба. По девять мариков продакшн. Передумал, кстати, почему-то факту на реакторе держать. Танчики решил построить. Ну, в принципе, вроде в гидры. Почему бы и нет. Так, марики на стиме здесь немножечко понапрягали. Еще дроп из четырех медиваков заходит. Один-один у гумиха, кстати, не отстает от дарковских грейдов. Грейдов. Он и армори уже есть, кстати говоря. Армори есть. Это значит, что можно 2-2 спокойно делать. Но пока что-то гумиху втыкает. Хотя ресов дохрена вообще газа, дохрена. Не знаю. Вот вторая атака пошла. Стим. Броня-то будет заказана вторая. Да, 2-2 пошли. Пока не готовы щиты. Но да, гумиху занят атакой здесь. В эллинге явно не докатится. Да, это группа Био. Потому что здесь она очень большая группа. Это катит гумих бейлингов. Смотрите, гидра одна осталась. Голая гидра лиски. Но марики без щитов. И гидра нормально дпсит их. Отогнал дарк немножко гумиху. Но весь прирост уже сюда подходит. И щиты через 5 секунд будут готовы. Танк. И тут такая группа идет хорошая. Все, щиты доделываются прямо в бою. Роуч падают. Линги падают. Бейлингов что-то больше я не наблюдаю. Гумих начинает катить. Но как-то много гидры. Дарк выпиливает медиваки. Танк сидится сзади. Танк начинает наваливать. Один все медивак остался. Битва вообще равная практически идет. И так. И бейном покатухи готовы. И все тут готово везде. В итоге гумиху подрался. Растянутая армия чересчур. Дарк очень грамотно отфокусил ключевых юнитов. Гумиху. И выдержал прессинг этот. Выдержал прессинг. Но вообще он продолжается. Почему стенка не закрыта здесь? Надо еще депоха и ее просто опустить. Чтобы если забегание будет, то поднять ее можно было. Кстати, два слоя тут депоха. Сейчас гумиху напилил. Бараков уже семь штук работает. 2-2 пораньше, чем ударка у гумиха делалось. Но здесь по катушке. Здесь все в порядке. Тоже на ксилнаги часть приростка гумиха вставляет. Дропчиком шатает сейчас пятую хату строящуюся. Новейшую. Дарк не может выделить пока туда юнитов, чтобы подбить. Но гумиху выбивает. Просто там хата отменяется. Гумих сразу улетает. Копит кулак здесь. Наносить удар будет со стороны. Одновременно четвертая прикрывает СС-шечку свою заказанную. Дарк, я думаю, понимает, куда удар сейчас проследует. Но если гумиху словит тайминг 2-2 сейчас, а он должен словить. У него боевого на 30 примерно больше. У него вообще нормально все может быть. Стим. Так, медивак пытается Дарк отфокусить. Два мародера. Их не сумел забрать гумиху, но они убежали. Не хотят они, конечно же, огребать здесь. В это время дроп на мейт. Заходят здесь гидра минус дроп. Нахрена лететь так глубоко туда, не знаю. Стимится гумих, видит, где Дарк находится. Три танка здесь. Био хорошая группа такая. Медиваков не очень много. Но на атаку танки сиджатся очень поздно. Как же гумиху так бой-то убого принял? Против Бэйна в сплит вообще отсутствуют почти. Лимиты сразу сравниваются. Как же убого бой принял гумиху? Перехвалил я Мишаню. А он что-то сегодня... Походу... Походу в гараж хочет пойти. Ну, дальше Дарк залез далековато, ребят. Гидра, вот опять же, этот момент, на который я постоянно внимание обращал гидра, без грейдов на такой стадии на атаку. Она не способна пробить Био с нормальными агрейдами 2-2. Так, какими уведомлениями трансляция? На каком сайте уведомлениями? Не понял. По центру движуха идет, ребят. Ну, Дарк стабилизировал с одной стороны. С другой стороны у него до сих пор лэйр. И Хайва нет пока что. И не планируется. То есть ему гидра, линга, бейлингами придется все время драться. А у гумиху уже третья атака. То есть, когда он будет близок 3-3, а Брейна будет как-то так себе. Ну что, Хату гумиху выбил. На дальний бай... Ну, тут-то 5 мариков здесь не поразводишь особо. Надо отступить. Отступает просто Паригенец. Медиваки энергия. Паригенец у них вообще нет практически энергии. Плюс новая группка здесь выйдет. В целом на 30 аж лимита гумиху больше. Причем на 40 именно боевого больше. По рабочим 7 разница. Сейчас третью броню заказал. Вспомнил про апгрейд. Армали почему-то молчит пока. Хотя одна броня уже на технику сделана. Но вторую гумиху пока не делает. Ну и опять же к 6 часам приходит он. К 6 часам. Танчики на ХГ. Два. Один на лоу граунде. Часть бью на хай граунде. Часть внизу. Вот как бы грамотные. Мне нравится как тираны грамотные юниты позиционируются. И зачастую. То есть то, что сверху просто еще прикрыто. Все. Если сзади забегание будет. Снизу юниты будут. Там мародеры с мариками тоже демиджи нормально давать будут. Третья атака уже готова. Кстати говоря у гумиха. Дарк сделал. Один рейнджовый грейд. Хотя бы на гидру. Причем гумиху с другого направления еще заходит. Опять пятую отменять. Пятую отменяет. Дарк пошел сюда отбиваться. Надо бы улететь. Хотя бы частью юнитов. Один медивак. Все. Ушел с танчиком. В это время гумиха приходит ко второй уже базе. Недалеко ли он био своим залез? Не знаю. По-моему далековато часть на муви био идет. На гидре сливается. Но здесь танки вроде как прикрывают. Хотя вот этих очень долго. Что-то гумиху прям засиджить не может. Сделай ты с ними что-нибудь. Почему они тупят там как бы. Они в бинджины куда-то что ли. Да походу они контур в основном в бинджины. И дарку гумиху просто не получается дожать. Но в итоге он убил пятую базу. Он убил шесть часов. Не обнаружил вот эту хату. Но она вообще не добывается. Понимает дарк что у него плохая экономическая ситуация. Надо куда-то рабочих бросить. Чтоб они добывали. Ну а у гумиху прирост здесь гигантский. Либераторы уже пошли. Два старпорта фьюжен корр для рейнджа либератором. Ну и конечно же гумиху здесь ведет в этой игре. То есть это очевидный момент абсолютно. Может он по частям правда на отдаваться сейчас например как-то. Но вроде как прирост весь подходит. И не должен по частям на отдаваться. Тем более через камень сейчас прессинг будет идти. Но здесь четыре вайпера уже есть. Кстати они могут вытянуть ключевых юнитов танки и либераторы. Зелень по медивакам пошла. Надо сплетануть немножечко. Медивак шпет либераторов. Отвести надо у гумиху куда-то. Опять за три девиземель один из медиваков улетел. Танчики все ближе и ближе подходят. Но нельзя их сиджить в одном месте. Там же вайперы есть. Они зеленкой все закроют. Есть первые ультралы. Уникальный играет на броню панцирь. Вот через секунды три доделается. Вайперы гидря. Ультра. Сто девяносто один и сут девяносто четыре. Дарка имеет хороший здесь лимит. Гумиху вступает в бой. Но Дарк кстати хорошо очень разменивается. Он по частям фактически армию убивает. Но Абио не способна ультралов этих пробить. И ниндзя нычка здесь начала добываться кстати. У Дарка я вам скажу. Что Дарк здесь в игру возвращается немножечко. С появлением ультралов. Но Гумич продолжает давить. Ультралы падают. А вот без ультры гидра это точно с Био 3-3 не способно биться на грейдах 2-1. Особенно Ка-Био больше под лечением, под медиваками. Но вышли новые три ультралеска. Очень-очень вовремя. Но Гумич уже по пять либераторов строит. Кстати говоря, одна лаба есть. Рейндж либератором не заказан. Очень важный грейд. Сейчас он пошел в продакшене. Можно сразу после брони было бы 100-100 атаку заказчить. Чтобы она делалась, например. Кажется, Гумич понял, что может быть пятая база, что ли. Или что он... Я не знаю, что он там понял. Вот он ультрала обнаружил. Понимает, куда он идет. То есть, что там хата с хайграунда есть. Заходит резко всеми на стиме. Надо фокуснуть именно хату. Гумико понимает. Потому что у него есть медиваки. Он может моментально улететь всей армией. Микоза у Дарка нет. Если сейчас был Микоз, можно было бы фиаско потерпеть. Конечно же, Гумичу. Но Микоза нет. И все ок. Поэтому он улетел. И либератором в это время шатает базу. Под мейном, которая находится. Это злополучную, которую постоянно где что-то происходит. На ней постоянно Гумиху напрягает ее. Сейчас форка прямо под либератором, правда, образуется. Но спасет она ее или нет. Я не знаю. Так, что-то я счет закрыл, кстати. У Дарка тоже лимита 200 сейчас, ребят. И по экономике вроде более-менее пока. Но вот база вот эта не добывается. 6 часов зато восстановлен. Пятый тоже тут напряг постоянный. Гумик улетает либератором. Все напрягает везде. Старается. И не делает гриды на воздух почему-то. Гумич не знаю. То есть в той игре, когда он био играл, в той мясной, как бы он делал. Там атаку воздушную после... Тоже, правда, не сразу втыкал. В этот раз почему-то вообще он не делает. Хотя ресурсы есть. И не помешала бы она ему. Не сделаны уникальные сданческие гриды. Ну, кстати, на сданческие, да, можно сказать, сейчас резов недостаточно. Пожалуйста. Минус 10 лимита прилетело прямо на всю армию на гидру. Ошибка, конечно же. Что сегу меч базы? Плэдик занимает. Он золото прямо рядом с Дарком хочет занять. Ну, это-то наглость уже немножечко, конечно. Дарк доделывает тоже все грейды. Сейчас треть Кога делает вторая ранжовая атака по земле. Просто, просто 9 ультралов Дарка идет вперед. Просто либератор, он притягивает вайферами. Гумю попытается расконтролить. Расконтролить не очень получается. Либераторы гидру там отогнали. Ну, как с ультралами-то быть? Их не убить просто, ребят. СССР ходит у зря. В итоге брал. Сделал бы спокойно вот эту. Нахрена вообще такое прям под зергом-то брать? Не знаю. Здесь планетарку перекрывает. Нет, здесь, конечно же, Дарк ничего не отменит. Умю какой-то очевидно становится. Ультра на муве прям биос бревается. Но надо... Так. Только среагировали ультрали сразу. Минус несколько мариков. В это время забегание на ультре идет. Марик должен был заметить это забегание. Я не знаю, заметил или нет. У Гумиху тем временем работает аж на 7 бараков. Погодите. Мародеры. Марики выводят. Сейчас ультра мародеров затопчет. Ё-моё, Гумиху вообще дома не контролят. Потому что он в атаке здесь контролит. 170-190. Забегание от Дарка удачное получает. Здесь либераторы, правда, отгонят. Одного ультрала минус. Ну, три-то живых. У них хп полное практически. Гумиху пытается куда-то приткнуться своим био с либераторами. Зачем это делать, я не знаю. Тем более, здесь био-юнитов, штучек, там несколько мариков плюс либератор. Так. Здесь надо вычинивать планетарку обязательно. Успеет Гумиху вычинить. Для меня это очевидно становится ультралами. Хотя Дарк пытается танки здесь зашатать. Танки не зашатать. Планетарка уживает. Био подходит. О, мясо вообще жестко идет в этой карте. Это же жесть вообще какая-то. Ультралис пытается не упустить. Но ему марики, что... Что слону дробина, что называется. Пошел кайтинг опять. В этот раз ультралы, кстати, под либераторами бьются. Получше. Над планетарке проще будет. Она снимет собак и по ультралам будет атаковать био. Но лимиты 157, 146 вообще близкие. Лимиты невероятны сейчас у Дарка с Гумищем. Пытается Гумищ идти вперед на крайнюю базу. И, кстати, либераторов нечем заминусовать. Но, блин, био-то неужели не прикрыть этими либераторами? Ну, куда они разложены? Опять я не понимаю. И опять как-то крив. Вот почему нельзя заранее разложить? Заранее не разложить. Но залетел дропом Гумиху наверх. Базу минуснет. Дарк принимает моментальное решение, что здесь ловить нечего. Идет на планетарку сразу же. А здесь планетарка, танк, либератор. И все прикрыто на самом деле. Поэтому Дарк на другую планетарку наламывается. А здесь уже ничего не прикрыто. Но Дарк-то теряет сразу две базы моментально. Плюс группа здесь будет жить и лечиться. Ну, Дарк больше боевого. Рабочие пады. Какие-то циклоны непонятные строят. Там Гумиху мне непонятно, зачем он их строит. И здесь, между прочим, вайперы прилетают. Это значит, что... Значит, что зеленка по медивакам пойдет сейчас. Они будут в план все демеджены. Сейчас еще одну можно накинуть. И так, он погиб бы медивак. Но в итоге Гумиху все-таки улетел. 133-155. Да, две базы Дарку минуснул. Сам одной лишился. А здесь 9 часов добывается. Чудеса живучести от Дарка в очередной игре. И Гумиху здесь реально не лидирует совсем. То есть зря он от ЦТ-х и сюда летел. Дебильная, на самом деле. Решить на хрена здесь золото брать. Брал бы стандартную базу вот здесь. Вот и все нормально было бы. Но нет, надо же полететь под оппонента вообще прям базу. Прям к Зергу занять. Прям реально, как ко второй базе вообще тут на расстоянии. Не знаю. И от третьей на расстоянии удара просто там 2 секунды и ультралы пришли, что называется. Продолжает. Пытается Гумиху прессовать, ребят. У него из минусов 2 медиваков. Все, из плюсов аж целых 13 либераторов. Будет ли Дарк в этот раз драться? Да, решил в лоб драться. Много вайперов здесь. Либераторов притягивают. Они надо перераскладывать их срочно. Ультра топчет все по земле. Даже там 13 либераторов ДПСа не хватает. Но Гумих ведет вперед все. Дарк в тыл пошел. Весь прирост уничтожает. 161-103 по лимиту. Просто на грани игра, реально. И Дарк переворачивает здесь игру эту. Гумиху ему база новая, конечно, сбривает. У него есть боевой лимит. Но здесь есть вайперы. Денег, кстати, эти вайперы. Вайперы домой полетели энергию пополнять, сосать там везде, чтобы попытаться блокануть все. Либераторы все там аннигилируют, стараются. Караптеры вылетают. Караптеры будут пытаться либераторов забрать. Планетарка. Ох, на планетарке Дарк терпит так и проиграть. Боже, коже ты лезешь-то, ема. На планетарке не смог пробить. 10 СЦ улетела, горит. Два либератора можно взять, назад вернуть. Гумич идет вперед. На 6 часов блокирует все, кстати говоря. И, между прочим, помимо вайперов и двух караптеров, либераторами ничего разговаривать вообще не может здесь. Ударка. Если Гумич сейчас выбьет две базы, вот эти, вот эту и крайнюю, вот эту, то у него есть шансы. Но чтобы их выбить, надо либераторов просто сплетануть. Всех, всех, всех. Так, зелень пошла. Либераторы вообще все дамажатся от зеленки. Караптеры прилетели. Сейчас два караптера. Давайте всех либераторов убьют, что ли, еще. Нет, всех не убьют, говорит Гумиху. Забревает их. Но есть одна спорка. Нужно найти хитрую позицию, с которой можно заблокировать все будет. Био живо. Био тоже улетает. Если зеленка будет, можно пробрить будет. Спорка сейчас погибнет, ребят. И хату заблокировал просто Гумиху Дарху. Если сейчас ее сбреет, ситуация прям очень интересная получится. Хата падает, королева падает. В итоге одна на шести часов, в часах добывающаяся. Но у Гумиху ноль рабочих. Цецеха только что догорела здесь, зарвалась на карте, исчезла. Но добычи-то нет. Добычи нет. И только четыре либератора дома. У Дарха по земле гигантская армия. Вот сейчас Викинга Гумиху постраивает. Он понимает, что ему вайперов надо сбивать. Эти вайперы просто сейчас энергии напополняют. И точку поставят в игре. Посмотрите, вот они вайперы. Висят, кстати говоря. Вот же они вайперы, Гумих. Заметь же ты, что же ты делаешь-то? Летает куда-то мимо. Добычу хочет минуснуть. Плюс еще четыре либератора полетает. Викинг обязан здесь быть очень скоро. Иначе печаль будет. Билл шатает. Все, энергию вайперы напополняли. Но либераторы вот здесь не заспличены. Вообще не заспличены. Спорка прямо под либерков идет. Викинга надо привести сюда в атаку. Иначе как бы либераторы... Все, минуснут. Простите, вайперы. Нужен сплит либераторов. Сплит есть. Трансьюзов, кстати, у королев нет. Но минус, например, либерок. Викинг непонятно, что убивает. Он должен ключевых юнитов начать сейчас убивать. А он просто летает. Бьется непонятно с кем. Здесь дома викинг сел. Но он не отобьет собак на 3-3 грейдах в такую пачку. Ну никак. При всем желании. На Мэйне либераторы прилетели. Рабочую. Гумюху начинает крошить. Вот это игра просто получилась. Просто... Просто дичь. Где викинг, который должен сбить вайперов? Черт побери. Викинг, он против них должен быть сейчас подстроен. Мэйн начинает падать. Гумюху уже с данными взлетел. Улетает. Собаки ультралы туда. Все бросает Дарк. Другого выхода. Выбора у него нет. Либераторов притягивает. Да добей ты вайперов-то этих. Королевы минусуют. Ё-моё. Био не прикрывает либераторов своих от... Вики... От этих... От вайперов. Вот два марика. Мародеры. Пойди ты минусни. Там все уже нафиг. Королев надо зажать. Надо прилететь мародерами. Наконец-то убить. Викинги наконец-то начали убивать. Викинг единственный. То, что нужно. Но королевы все живут. Вот что мародеры эти делают? Где они были все? Понял Дарк, что надо королев прикрывать. И вайперы-то все отобьют. Либераторы падают. Королевы минусуют их всех. Надо зажимать вот это все в угол. Конечно, пытаться. Все равно другого выхода для гумюху здесь просто нет. Последние для него юниты. И вайперы в итоге зарешали. Вот эта игра просто получилась. До конца гейминг вообще полный. Причем шансы были и у Бумича, и у Дарка. Но Дарк пройдет дальше. Продакшена вообще нет. Добыча 0. Потеря в этой игре 51 тысяча. И вообще почти на тысячу разницы. Бумиху на тысячу больше потерял. Но ГГ-нчик, ребят. ГГ-нчик. Дарк пройдет дальше. Здесь он догрызает здание, которое есть. Причем дронами там даже уже грызет. Фу. Вот это да, ребят. Я вообще такой темп. И просто до конца непонятно, что было здесь. Думиху мог выиграть. Непонятно, что ему даже нужно было сделать. Как мне кажется, в конце вот этот викинг должен был прилететь. Вот когда он здесь. Когда здесь королевы по мейну с вайперами бегали. И здесь было реально много либераторов. Плюс Био вот эта небольшая группка викингам. Надо было либераторами вот так вот зажимать, чтобы королевы где-то здесь были. Био прессовать королев, а викингами вайперов. И там либератора снять какого-нибудь. Получилось их убить бы. Наверное, Гумиху как минимум в ничью бы мог вывести. Кстати, у Зерга 7 дронов и есть добыча. Поэтому в ничью не получится играть. Это для Гумиху должно быть сейчас очевидно. Ну а вот этими юнитами он здесь не сможет все минуснуть, похоже. Короче, ждем гагенщик. База атакована. Ждем гагенщик. 14 уже дронов Дарк построил. Так, Гумиху пытается Мариков замазить. Кстати, у него ресурс что-то на это есть, но... Но Дарк не дает этого сделать. ГГ, ребята, победа. В итоге один из полуфиналов у нас будет соответственно. Но это Дир против Дарка. 2D. ПВЗ у нас будет сверху. Гумих отлетел. Но еще есть надежда тиранов. Это инновейшн. Но он будет через пару биться. Сейчас Су против Харри Кейна. Матч будет. Матч будет крутой, безусловно. Ну, достойная игра участников Близкона, ребят. Гумиху молодец. И Дарк молодец. Рекламку сейчас пильну, ребят. Переименовываю канал пока. Гумич повтор даже решил посмотреть. Гумич решил посмотреть повтор. Ну, а вы помните про отблоки. Помните, просто поддерживать меня и мой канал. Приветствуется. И подписывайтесь на премиум. По реквизитам в описании, которые здесь. Либо через ггплеер поддерживайте. Спасибо всем, кто так делает. Сухарики и нажидаем, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Пока молчком все в чате, ребят. Ну, очевидно, сейчас игра начнется в ближайшее время. Так, сейчас следующая игра будет. Сейчас карту подчеркают и хосту создадут. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, Харикейн. Да, здесь Харикейн. С кем он? А, Су и Су здесь. Да нет, все здесь. Сейчас все начнется, ребят. Все норм. Я пока шоколадчик и кусочек съем. Субтитры сделал DimaTorzok. Оп, кажется, хосты создаются или нет. Харикейн в интерфейсе, наверное, а в кашу он просто. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Минвайт пошел, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Все, третье начинается. И у нас третий матч. Двух пять. Погнали, ребята. Можно отсюда, не важно от кого. Сейчас я подойду. Все, вернулся, ребят. Чарлик дрыхнет у мамы на кровати, там, кверху брюхом. Все нормально там у него. Как вы понимаете. Ну что же, второй Нексус попер. Пилон Гейгас, Нексус Кибернетчика у Харикейна, второй Нексус. Здесь у нас семнадцатая хата Гаспулусу был заказан. Харикейн разведывает. Видите, третий пока нет. Ко второй поднимется в Азе сейчас. Неожиданно было, на самом деле, в этом турнире, что, например, Харикейн Солара 3-1 убил. Хотя Солар был фаворитом лично для меня. Ну, как вы поняли, Харикейн не промах вообще. Харикейн не промах. Ну и матчапы все разные. ПВЗ сейчас, а дальше Инновейшн против Кира ПВТ будет, соответственно. Ну а заключительный день, финальный, завтра будет полуфинала и финал на данном турнире. Не пропустите, все в 14.00 будет стартовать. На выходных тоже будут у нас игры. Первый в Старкрафт там, по-моему, будет в ближайшее время. Плюс какие-то другие турики, гоху, СК, как обычно, в воскресенье будет. Приходите смотреть. Ну все, адепт в Старгейт, короче. Адепт в ПВЗ, пилон гейда, снег, с кибернетщикой в адепт в Старгейт. Это вообще самый стандартный билд, который сейчас есть практически. Да и в ПВТ тоже частенько так отыгрывают адепт в Старгейт. Вон, спрашивали, пришел, братан. Залезай, залезай. Наскучило спать. Решил на окно залезть. 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 Сохранятся. Позиция 11, Харикейн. Пять часов СУ. Стандартная для этой карты. Ну и пока вот здесь дронов-то с перебором на второй, но их не перевести. На третью. Жарапу здесь напрягал. Ну вот спорка вроде как догнала. Можно сейчас было бы и перевести. Зачем с перебором там столько держать вообще? Ну, СУ решил, ладно, здесь типа на газ. Как раз 22 дрона, и это на газ ровно по 6, по 3 как бы, 6 всего, и останется 16 как раз на минеральной линии получается. Инъекции сразу по несколько штучек идет. Одна только заканчивает. Сразу новую СУ кидает. Гидроден уже готов ранний лейер. Гриды, правда, вообще не делают. Вот здесь выход третий, Нексус. То есть через Старгейт, Вробов, Форжов, Твайлайт. И призма пошла. Наверное, Чардж плюс архивы темпларов. Да, именно так и есть. Не глефы. А здесь гидролинго прессинг, возможно, будет. Который, кстати говоря, сейчас сработать может замечательно. Так, адепты будут заходить. О, три адепта. Расход просто одного гидролиска. Все, что получилось забрать этим трем адептам от одного гидролиска. Правда, в это время грелка неплохо. Тут шатает, летает оверов. Ну, это первый вообще был, неплохо говорю. Это был всего лишь первый овер. Выход отцу идет. Собаки прибегают. Гидра там сзади где-то. Потратил чем-то харькин энергию на филд, хотя поспешил, как мне кажется. Ну и прессинг на вторую базу к протцу будет идти. У него пять взялков, один адепт. Вообще, как бы, юнитов крайне мало. В чем взялки вот идут четыре штуки в забегании какой-то на третью базу. А Чардж еще только через там 30... 27 секунд, там 25 будет готов. То есть взялки тоже не могут адекватно подраться. Ну и гидролинги заходят на вторую базу. Пилон здесь всего лишь один, и это полный провал. Потому что только один оверчаж получается выставить. Пилон сразу же падает, ребятки. Су пробивает. Трамп, это 1-0 в пользу судей. Взялки, конечно же, ничего здесь не... Ну, убили они, да, там, три пробки. А дальше-то что? Очень легкая первая карта для Су получается. 1-0. Очень легкая третья карта для Су. Ну что ж, будем продолжать смотреть матч этот. Невышен пока водорком балуется, я смотрю. Ну, а потом... Продолжение следует... 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 особо его Харикейна, можно было атаковать поэффективнее намного. Оракул прилетает, здесь спорки готовы. Всё, стандартный тайминг спорок, и Оракул, ну, не зашёл получается. Причём Су сейчас понимает, что это прокси старгейт. Здесь ещё какой-то гейт пошёл. А, ещё до пуш здесь будет, типа. Ну, на ХГ сейчас зайдёт Су и минус нё здесь всё. А вот они, здорово, прокси здания. Пилончик не просто, правда, будет отменить. Один адепт варпится, второй сзади. Кстати, адепт прикроют здесь, скорее всего. Оракул возвращается. Успеет Спилон убить здесь? Нет, не успевает убить Спилон. Второй Оракул, тем более, готов уже. Ну, нормально. Может быть, конечно, адепта пуш здесь немножечко зайдёт, но нужно подумать о Нексусе третьем в перспективе вообще. Феникс для контроля воздуха тоже стандарт. Абсолютный Феникс. Но игра в целом не совсем стандартно складывается из-за этого прокси старгейта получается. Спилон. Оракулы тут летают по карте. Надо бы... Так, королеву принимает. Ну, неплохо королеву забрал сейчас у нас этот Харикейн на мейне дронов зашатать не получилось. Адептов на варпилон очень много сюда уже. И сейчас у них будут глефы готовы. Вот они будут заходить. Бейлинг Несту Су ещё не готов. То есть есть шанс до Бейлинг Несту удар нанести, но надо двигаться как можно быстрее вперёд. Плюс Оракулами желательно прийти и прикрыть адептов данных. А в это время 8 лингов контр-дроп на мейн заход. Можно бы минуснуть было Бейлингов Оракулы на смортящихся. Что и делает, смотрите, Кокорикейн. Бейнов всех кроме одного отменяет. Этот Бейлинг докатывается, но он минимум дэмэджа наносит. Адепты телепортируют стоги на вторую. Размен идёт просто Сарский. Собака с позиция там не актив. По дронам прилетает тоже. Адепт в часть на мейн заходит. Плюс пять адептов залетают сейчас на третью базу. Опять, где вообще нет юнитов, кроме вот этих трёх морфических Тебейлингов. Но адепты сплетанулись и рабочих восемь уже минус. На мейне проблемы гигантские. Восемьдесят два шестьдесят девять. Ну, я думаю, что Зергу тяжело будет оправиться с одной стороны. С другой он просто тоже десять рабочих вынес. Ну, как адептов отбить пока что нечем их отбивать-то. Прям в Вейнов телепорт, но сплит адептов зашёл, поэтому в Вейлинге здесь идеальным сплэшом всё не взрывает. Дронов вынужден опять бой бросать в су. Восемнадцать, девятнадцать уже минус, сейчас двадцать будет и более. Плюс на мейн опять адепты прилетают, а здесь вообще нечем отбивать, ребят. Один-один. Один-один. Адепты пришли отсюда опять. Ну, адепты пушим всегда, ребятки, понимаете, если руки есть, и если вот так вот как су, без роучи, без бейлингов, тайминг, были бейлинги вовремя, не зашёл бы. А так зашёл, здесь один адепт на мэй не убивает. Тринадцать, четырнадцать юнитов убито у него уже. На второй, на третий. Сейчас ждём ГГ со стороны СУ. Я слежу за этим. Убивцам-адептам пока что, пока живой он. Четырнадцатый он убивал, здесь ещё какие-то адепты. Сестры пришли, сестры. Братьев нет. Других у них вообще есть, у них у них других нет. А, сталкер есть. Тёмный брат, короче, тоже пришёл помогать. ГГ еще пришёл СУ. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Продолжение следует... 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 И уже будет тяжело просто что-либо здесь закушать. Потому что отсутствие хотя бы там Твайлайт и Глев, это вообще печаль. Да, уже гидра пошла. На крипе, тем более, ладно, дома гидру принять, да, можно легко, как бы. Но на крипе, когда гидра просто будет здесь контролиться хорошо, это совсем печально будет. А Ракул залетел минус Нулгрона, но одного всего. Ну, давайте не будем забегать вперёд. Сейчас посмотрим, что именно Харикейн хочет продемонстрировать. Ну, это просто маска рычагитовое мясо, адепта сталкера с Н3, то есть гвардин, шилд, филды, и именно на контроле попытка задавить. Но тут даже пилона близко нет, понимаете-ка его. То есть весь прирост будет из дома, получается, выходить. Весь прирост. А, ну, этот пилон, да, с него идти, казалось бы, не супер далеко. Ну, даже пробку не выводят. Чё он вообще делает? Харикейн, ещё объясни мне, пожалуйста, что ты делаешь? 10 гидралов, жизнь 5, ещё строится 15. Будут, не, это вообще смерти подобно. Тут один из Н3, шесталкера в 4 адепта. Без глеф, без блинка, без чаржа, без вообще... Кто ДПС, кто дэмэдж будет наносить? Единственное, что, мне кажется, можно сделать, это заблочить рампу и третью убить, например. Кстати, как вариант. Пилды неплохие. Пошли вроде как гидралис, как Харикейн подглочил. Ну, они нормально дамага сыпят сверху там. Нужно на третью заходить, но это всё могло бы прекрасно получаться, если бы, знаете, что если бы? Да если бы был бы Мазершипкор, благодаря которому можно было бы назад бы телепортироваться домой. А его нету здесь физически просто. Так, оверы падают, пилды на рампу. Пошли гидру, надо принимать, ловить гидралисков вот этих дальних, получается. Адепты заходят, куда адепты будут заходить? Собаки выходят, с Н3 кончаются, Гвардиан Шилд кончается, собаки сбоку заходят. Адепты пришли на вторую, прям здесь гидралиски и линги есть, так как адепты без глефа, они не могут достойно разменяться. 58-117, этот Бреда Пуш был полностью пресечён, вообще сут. Реально Бреда Пуш. Против быстрой гидры вообще ни о чём. Потери 5 тысяч на 3 тысячи, гидралисков 5 убил, потерял всё абсолютно. Тут ещё люркерден пошёл. Вот просто заргу пушить идти надо, это очевидно, что здесь просто не отбиться будет. Я не знаю, как хотел Харрикейн так. Это идёт суть, сейчас даже от него вижен можно поставить. Вот он заходит, он просто видит. Ну что, здесь адепт в центре. То, что глефа нет, он видел, я думаю, прекрасно до этого. Сентре здесь на второй базе минус. Сразу же минус пилон, то есть у верчажа здесь не могут зарешать. Второй пилон тоже недолго ему жить на самом деле. Хотя, в принципе, адептски варпится. Ну, 75-40 по лимиту. Ждыкаешь, хорошие Харрикейн ставят. Ну, гидра, как же она крошится. С гвардиан шелдом ещё ладно, но даже с гвардиан шелдом адепты просто не очень долго живут. Так только они кончатся с энтри, сразу же будут уничтожены. До варф сталкера двух зелков. Здесь ещё гидра и линга приходят. 2-1 в пользу Су, ребят, ждём ггенщика мы. 2-1 в пользу Су, ребят. Тот-то я и думаю, что постоянно одна и та же музыка, а Бурудваровская. Это не поставлено, надо все поставить, чтобы работали. Четвёртая карта у нас. Дайте-ка я посмотрю расписание сеансов, пока кинутся. Субтитры сделал DimaTorzok Так, пилю рекламу, ребят. Поэтому спасибо всем, кто от блоки отключает, подписывается на премиумы. Точнее здесь от блоки, но и на премиумы подписывайтесь, чтобы её не было на губгейме. Ну и поддерживайте, прикидите описание через плеер. Вот, всем за это спасибо. У нас четвёртая карта и матчпоинт для Су. Он 2-0 повёл. 2-1, простите, повёл. Может сейчас Харри Кейн сравнят счёт, и это очередное 3-2 будет. Так, вот он повредился. Отлично. Ну а впереди ещё инновейшн против Хира у нас весь матч есть. Ну и сегодня уже в любом случае дольше будет турнир идти. Почему-то вчера уже в 5 часов всё кончилось, как бы, очень быстро прошло. А сегодня ещё и этот матч следующий, как бы, уже 5 часов. Ну, я не думаю, что инновейшн с Хира прям моментально отыграет, хотя у них могут быть быстрые матчи, я так планкую. Ну что же, карта глубоководная, риф, синий Су, 5 часов, красный Харри Кейн 11. Билд стандартный, не ксусов первых, нет, от процесса Сужи ставит вторую базу на третий, сразу же и газ на мейн запиливает. В чём Харри Кейн не видел, где хата запилена, в общем. Харри Кейн сразу же обнаруживает, он осознал, что хата там. А ведь это могла быть, например, в стиле Блая в Рокси хата какая-нибудь. Ну, от Су таких чудес, я не видел, Совар, да, так играл, Рок так играл. Да много кто так играл, но... Может быть, и Су даже когда-то даже в официальных матчах играл, но я чуть не особо припоминаю таких историй. Оп, умудрился сухатку заказать. Третья до готовности пула, получается, пошла. То есть ущерб одной королеве... Ущерб одной королеве будет хата третья. Сейчас скорость будет заказана на третью. Вот королева пошла. Скорость делается. Один дрон снимается. Два на газу остаётся. Почему два именно, не знаю. Бывает одного, где осталось? Два, два. Так как раньше в воле было, в ходе коробочек не двенадцать в начале было, чтобы вообще все три снимались с газа. Такого вообще редко вижу. Газ нужен, как только тут всякие королевы доделываются, уже будет ресурс хватать, чтобы блееры всякие пилить и так далее. Вот, конечно, уже другая совершенно игра, другие стили. Ну, от Харикейна стенка на рампе, как и раньше, как в предыдущих картах была. Здесь будут пилоны, здесь будет проход, получается. Вниз есть спуск. В стенке пилоны стоят. То есть она уязвимее, чем стенка с жирными зданиями, получается. Такое место. Ну, в общем, раскачивают все три базы, су, ребят Ну, а Харикен играл в адептов Астаргейт, стандартный Билл в Твайлайт, переход Плюс два гейтажа, три гейтажа Сейчас будет, видимо, Глефа Феникс, Штуковера в контроле сбивать Но они на скорости, они уже домой там улетают Что-то Оракулом дэмэдж врублен Если еще урубал дэмэдж, хрен знает Что-то хотел поубивать, сразу же отогнали Харикеновского Оракула В итоге ноль убийств, без энергии И вообще без всего А Су рабочих сейчас будет строить Продолжать, сейчас тут Соблайблок у него не в тему был Нужно дронам запиливать Но вторая база вообще не раскачана Ну, сколько Соблайя хватает Сразу же столько Су и заказывает рабочих Еще и четыре собачки, правда, заказал Ну, что, видимо, Бейна В случае необходимости, вот, восемь есть Двенадцать лингов, в случае необходимости Если адепты вперед пойдут Бейнов на Морфет Все видит адепты, если двигаются за Морфет Бейлингов И добавит новых лингов Где-то стазисная ловушка А, здесь она была поставлена, ребята Одного дрона все сблощило Я думаю, что-то в зданиях не показываются Ловушки в зданиях, по-моему, показываются Но они должны быть в наличии Адепт выход делает Одноадептер сейчас Харикин Их девять штучек Все они сюда и двигаются Правда, они вместе идут почему-то Ну, в этот раз Бейлинги Усу вовремя, абсолютно, семь штучек Адепты минеральные линги телепортируются Буквально за секунду шесть дронов Они уничтожают То есть Бейлинги не успели буквально там секунду до Морфицы И вы видите, что произошло Адепты вообще на мейн заходят Девять дронов уже уничтожено И только у Бейнов не надо подставляться Так, Бейлинги кончаются Адепты, правда, окружены И они падают Все не успели даже на треть телепортнуться Ну, девять адептов, девять дронов Плюс несколько собак В плане экономики нормальная размена Но в плане ресурсов, как бы Здесь провод больше потерял То есть Дезерк сейчас Агрессивно будет действовать Например, где-нибудь Бейна дропы Раскачает при этом баг Там третью, четвертую В Гидру сделает дредов У него все нормально будет вообще Макро хатка у Сунамэни Ставить таким образом подальше от этой хаты Чтоб она крип на рампу слизь наплодила И без скриптуморов будет здесь переход Плюс все, овер подольет Да, смотрите, здесь переход получается Такой нормальный Ну, а в Гидрадене пошел Скорость с Рейндж Гидре Катухи там пилятся Все стандартно Все в порядке Субтитры сделал DimaTorzok Так, чарж есть у Харикина, ребята И на адептов клевчик, как вы понимаете Адепты бьются с собачками Зилки с Архонами Гидру прогоняют Архоны с двумя адептами тут нормально Наваливаются на самом деле Но надо контролировать на призму Сейчас будет фокус призмы Все, адепты не доварпились Субтитры здесь на изичах отбивали Вот сейчас СПД сюда телепортнулись В этой Гидре бы вообще было бы А, СПД отбился, но размен бы был Для оброса лучше бы значительно А так он какой-то печальный получился Но тем не менее Здесь развитие продолжается Четвертый некст Вроде какая-то жиденькая стенка Даже на третьей базе есть Второй робу пошло Шторм делается Четыре с шмяка Уже есть гейток 8 штук Нет, 10 уже гейток Ничего себе 10 это уже вообще серьезно Количество А где 10-то, где они вообще еще 10, да А, вот за вторым некстом все ясно 10 гейток Хорошая для Харикин 116.34 За эрго нет особого преимущества По рабочим на самом деле И по боевому лимиту По рабочим Вообще в ровне тут 73.73 Шторм готов будет через 2 секунды Харикин видит, что он не готов Чуть назад сдал сейчас Су заходит Надо мазеркор перевести сюда Нужно штормить, начинать Своих зилков там Которые к бейлингам подошли Кидается шторм фактически Ну и все, в итоге боевого лимита не осталось Пару фактически штормяков с энергией Но они могут зарешать Поспешил со вторым штормом Как мне показалось Харикин Судаев 68.37 по боевому Мазер шипкор Хрен по миг А, там дропчики бейлингов были Отвлекаются Сейчас Харикин не может на двух направлениях нормально собраться Но вот все-таки наваркал сюда столько, что смог отогнать Почему сзади не погнался я хз Но 23 рабочих потеряно Это ситуация печальная Мягко говоря, для продца Добычу он отчасти восстанавливает Но части добычи он лишился Пробок не строят Это глупость Надо сразу по 4 пробки строить Та и по боевому лимиту не просядешь На самом деле Там и там линги забегают Штармы идут Да, тут один архон сливается Но вот 57.143 Контур врыв какой-то Заглянущий вообще здесь Су 3.1 Простите, кстати, у меня счет неправильно был поставлен Конечно же Харикин не вел 2.1 Су вел 2.1 В итоге он 3.1 делает И это матчпоинт Игра закончена Ну что же Хира против инновейшн Крайний матч на сегодня будет у нас На данном турнире Время новую Матчпоинт Крайний интересный Очень агрессивный Хира Контролер еще тот И инновейшн Наверное, лучший тиран На данный момент Скорее всего По результатам Да и по уровню игры Мне надо бы позвонить сейчас Быстренько Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, все, я здесь, пацаны Ну что, ждем пока карты Подчеркают Хира с Инновейшн А мы их будем смотреть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, с Инвайт пошел Субтитры создавал DimaTorzok 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 Напишу, что это он просто Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что, первая карта, сколько времени у нас? Бамбо УД это жёлтый трансформер? То есть, думаешь, это не Хиро бьётся, а жёлтый трансформер? Возможно, так и есть. Так, ну пилон Гевиас, Некст, Кибернетка от Хиро. Я вообще не видел практически, что Хиро... Ну, иногда бывает у него, ну, крайне редко. Ну, какие-то Нексты первые играют, какие-то другие билды. Не дружишь другие, другие бывают. Он, вот, Некст, в первую, имею в виду, халяву полную, но частенько Хиро играет билд необычный. Именно для других просто в какой-то момент необычный. Сейчас и другие начали делать подобный билд. То есть, это два газа с мэйна и в Старгейт с мэйной, только потом Некст, у него билд есть такой, чтобы понапрягать, как бы полетать и дома развиться тоже. Ну, а инновейшн рипером тут проверяют, что происходит. Ничего не находят, потому что ничего и нет, в принципе, здесь на карте нигде. Ничего не находятся. Так, адепт Аракул, ребят, со стороны Хиро. Мазеркура нет, но зато два адепта уже на карте есть. Один вот рипера ловит. И, кстати, возможно, даже и поймает... Нет, не поймает. Надо было чуть вперед залететь, попытаться иллюзии за рипера, тогда, может быть, он застопорился немножечко и что-нибудь про шук боится адепта убегать. Прикольный крабец. Так, здесь второй, кстати, адепт идет. Минус рипер, хорошая работа. Так, здесь адепт пришел. Хиро видит минку, прекрасно, кстати, видит ее. Здесь пять мариков есть. Надо ли двумя адептами на них прорваться? Хиро решил, что надо. Надо добить хоть... А, Аракул, смотрите, всех задемеджил. Сейчас Аракул разберет мариков всех просто нафиг. Это понятно, потому что я уже говорил, что выгоднее адептам, если у вас Аракул в наличии будет в ближайшее время, адептам выгодно не убивать марика, а по одному удару им наносить. Почему? Да потому что тогда с удара Аракул будет убивать. Так, здесь минка пытается перекопаться. Адептами Хиро это видит. Как же он контролит? Хорошо, вот он внимателен просто чрезвычайно. Минку забрал. У самого уже третий Нексус пошел, обратите внимание. У самого плюс два гейта. Фениксов начал строить. На десять рабочих плюсе, и у Инавычного нет возможности Хиро как-то понапрягать. А еще и на Мэйне проблема Аракулы просто... Ёма! Восемь рабочих минус это уже катастрофа для Инавычного. Это реально катастрофа для Инавычного. Одиннадцать рабочих минус, двадцать три сорок четыре. По рабочим сорок пять. Вот сейчас двукратное преимущество по рабочим, можно сказать. Да и по боевому лимиту только что чуть ли не двукратное было преимущество. Сейчас сорок пять, шестьдесят два стало. Только только у Хиро третий Нексус достроится. Варп начнется с плюс двух гейтов. И его лимит, поверьте, тоже будет не такими, как сейчас, темпами увеличиваться. Тем более он решил матить Феникс и перестраховаться получше. Вообще, конечно, должен я сказать, что сверху у нас ПВЗ. Если Хиро победить, снизу тоже ПВЗ будет. То есть у нас большая вероятность зеркалок в финале может быть, во-первых. Во-вторых, матчапы одинаковые будут. Ну и Инавыч еще не проиграл, посмотрите на его лимит. Боевого-то больше, то есть, несмотря на отставание в двадцаху по рабочим, примерно, общий лимит практически одинаковый. Вот у нас первые медиваки, вот у нас Стим подъезжает. У Стима сразу же щиты заказаны. Факта с реактором минки строит, начинает. И Инавыч решил одну минку дропнуть. Сейчас, похоже, одним медиваком. Но у Хиро против Масс Фениксов, как это, кстати говоря, и Оракулов. Смотрите, как Хиро карту контролирует. Смотрите, как он фениксами двигается. Как бот, реально, как бот. И вот приводит это к положительному результату. К плодам своим приводит положительным. Просто Хиро минки начинает выиграть. А медивак уйдет, скорее всего, или нет? И даже медивак пытается сбрить. О, чертяга. Но медивак не сбрить здесь, марики. Но Феникс и Хиро успевают законтролить и увести. Посмотрите на потери в итоге. Два юнита на 24, 250 на 140 по лимиту. Не надо Фениксов поставлять. Надо улетать 109-88 по лимиту. Если б смог Инновейшн до Глев Адептом прийти, я думаю, шанс бы был, но с Глевами вообще без шансов. Так, на аминке Хиро влетает. Телепорт, залп по Фениксам. Фениксы в расход. Ну, Адепты просто пускают Мариков туда же. В расход. Они на вейшн пытаются убежать. Думаю я, что шансы здесь крайне минимальные. У Тирана в такой игре в итоге. Так, Адепт на аминку попадает раз. Адепт на аминку попадает два. Но Хиро успевает минимизировать сплэш. Весь прирост сюда идет. Сзади там 2,2 статистных ловушки. Для каких целей даже хз. Ну, вот щиты на амарика, кстати, готовы. Но Адептам пофиг на щиты, я думаю, будет. Хиро выманивает нас Тайс и на вейшн. Ну, это ггнчик, ребят. Как-то Хиро вообще разводит как маленького. Как маленького, реально. Очень круто играет. Потери все еще. Ну, двукратная разница по потерям. Минка еще бомбят. Ну, сейчас Телепорт Адепт будет. И тут они все просто уничтожат. Ну, моментально практически. Так, а ну и есть гг пишет инновейшн. 1-0 Хиро, прям уверенно. Так, он победил. Я думаю, что еще не вечер. Иновейшн скажет свое слово обязательно сейчас. Но уровень Хиро в преддверии Близзкона в начале ноября радует очень-очень сильно. Уровень прям замечательной игры. Да и все как-то неплохо сейчас отыгрывают. Идем. и все как-то. Идем. Так, а теперь. Думаю. Так, если я одинокар, я вам оплачу все нахлай. Итем. 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 А теперь. Совсем83-2500. Весен. Итем. Подписывайтесь. Итем. 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 Продолжение следует... 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 Привет, Хайдеоси. Какой Варди я буду стримить? Сегодня нет Варди турнира. Сегодня Гоу Хой Скат на очки в Веск. Варди делал последние два дня турнира для американского серии, которые в два ночи начинались, но, естественно, я их не буду стримить. Два-один делается у Хира, две фаржи работают, ребят, 49-44, залетает Призма. Робо-второе, Робо-Вэй пошел. На Мэне, да, Варп, адептов восьми штук идет. Все, и двенадцать адептов, пожалуйста, получите и распишитесь. Это большое количество, реально. Ну, Призму зря Хира, кстати, отдал, мне кажется. Адепты заходят на Халде, тут рабочих несколько сбревают. Тут бункер уиновичный, смотрите, какой. Адепты на треть. Адепты на Мэне тут. На Мэне и так себе урон. В это время заходят под либераторов сталкера, но их недостаточно с Н3-то куда полезли? Ё-моё, сейчас с Н3-минус тет, и на Вэйшн громит просто. Хир какой... Как убого подрался, а? Да, 33 рабочих убил, но какая убогая вообще битва была. Потери просто два раза чуть ли не выше у Протса. У него, конечно, экономика есть сейчас. И дестабилизаторы пошли. Ну, благодаря этому Хира сможет тащить, потому что 37 на 60 по рабочим, но здесь и на Вэйшн, конечно, принял его жестко. Аккуратней надо быть, но вот эти три адепта, блин, еще дополнительно 10 рабочих выбил. 42 уничтожено, в итоге 30-60 по рабочим. По грейдам у Хира две атаки, броня где-то с 2-1. Ну и на Вэйшн на 1-1. Вторая атака заказана. 45, 45 Карл просто рабочих. Здесь Минка прилетела, всего два выбила. Это маловато. Хира поставил вертяжку, который ни докуда не достал вообще. А здесь на второй базе Минка не может с газа рабочих сфокусить. И на Вэйшн не перекликнет вот сюда. Здесь бы сразу 5 где-то погибло бы. А она здесь до бесконечности фокусит. Смотрите, причем Хира видит эту Минку, но никак на нее не реагирует пока. Где все твои юниты, Хира? Прикиньте, Минка неудачница. Сколько хрваща. Такой вред. Она фокусит, но не может выстрелить. И на Вэйшн этого просто не видел. Он забил на нее, потому что контроля дома много было. И Хира забил на эту Минку. А че она никого не убивает? А че ее трогать-то вообще? Мирная такая она просто. Ошибка системы реально просто здесь произошла. 3-2 грейдову Хира. И на Вэйшн на ренч Либератором, в общем-то, делается. Иммортала здесь. Есть Робо Бэй. Колосса почему-то Хира не пытается строить. Не знаю. Неужели он не видит на карте, что у него Минка за газом? Хотя, посмотрите, она как... невидима, она просто за газом. Ее не особо видно. То есть пока система не пишет, что у вас там рабочих атакуют, ее увидеть тяжело в итоге. А и на Вэйшн забил, тоже ее не видит. Если бы он сейчас посмотрел, просто райт-кликом вот сюда клик, и все. Или вот сюда, вот лучше даже. А вот сплэшем вот эту зону накрывало, где 6 рабочих. Выход делает Хира, ребят, с дестабилизаторами. 176, 169. Благодаря экономике по лимиту опять в плюс вышел. Хира и инновейшн, кстати, игра... То есть Хира играет в таком стиле, в таком ключе, и настолько неплохо он играет, что получается так, что инновейшну просто даже агрессию не провернуть. Хира полностью первым номером здесь идет. Так, адепты будут рваться? Нет, конечно. Развел на стим. Дестабилизатор. Заходь, запроходь! Но инновейшн успел сплетануться. Несколько ее, правда, все равно потерял. Четыре дома. Подождите, кого четыре? Кто выбил четыре? А, Либератор на второй базе заблочил. Рейндж готов. Да, рейндж готов. Ой, с этим рейнджом Либератора уже здесь, на самом деле, имбовую начинает тему делать. Опять дестабилизатор залп делает, но никуда не достает. Вперед. Четвертый некто заблокирован. Хира не контролит. Вот сейчас замещает. Нет, почему не контролит? Контролит. Два колосса заказаны, но на них нет рейнджа вообще. Что Хира делает-то? Он забылся, что ли? Один уже есть колосс, а рейндж-то будет? Нет. Кстати, Либератор не так уж далеко висит. Можно снизу убить, по-моему. И инновейшн сам вперед выдвигается. Боевого лимита чуть больше, чем у Хира. Ну, грейды 2-1 на 3-2 протсовские сейчас будут. Хира нужно драться. И инновейшн приходит. И... Угодите. Колоссы без рейнджа все-таки. Да, без рейнджа колосса. Заметил это Хира. 3-2 делают сабр. Почему он не может выбить вот сейчас Либератора? Я чуть не понимаю. Почему Хира не хочет это сделать? Так, пошла атака с пробками. Пробки танкуют, чтобы Либератора не покусили прям идеально все. Агрессивный блинк под Либераторов делает сталкеры. Ну, под био попадают. До варфталкеров идет. Хира в хлам здесь разваливается. Ну, конечно, против тирана такого стационарного драться. Это вообще печально. Так еще и Карлосом дальность не сделана. Либератор не выбит. Рабочие слиты. 170 на 120. Это 1-1, ребят, уже очевидно. Я пользую никого. Это ничья пока что будет. Ну, здесь я уверен, что Хира уже будет крайне сложно в эту игру вернуться. Рабочих больше у Иновична. Грейды он тоже делает. Вторая атака на Либераторов готова. То есть у них демэдж стал 85 сейчас в данный момент. Ну, вы понимаете, что все очень плохо. Ну, тут дожимается. На Вейшн ждем последней битвы, которую Хиру примет. Может, он попытается в Размен пойти. Потому что для него хоть какой-то шанс что-то сделать. Но это не зерк, который может как-то Дарк в Умиху развести. Просто в Размен потяжелее все-таки идти. Сталкеры под Блинки улица. Прям под Либераторами дерутся. По земле ТМХ прям замечательный. И Морталов много у Хира. Но нечем выбить вот этих воздушных имберов. Просто хреном вообще здесь. Самолетов. Никак не выбить. А Минка-то так и не стрельнула та в итоге. Спасибо за клип с Минкой. Хоть какой-нибудь клипец пильнем. А то чуть давно клипов не было. Продолжение следует. Спасибо за клип. Ребят, сейчас еще добавлю один. Ребят, третья карта. 1-1 счет Инновейшн Кира у нас. Матч. Меняем местами. Здорово всем, ребят. Нас 600 с плюсом человек уже. На гудгейме 400 плюс. 460 почти на твиче. Почти 200. Помните для тех, кто за этим турниром следит, что завтра крайний день, решающий день, финальный день. Называйте как хотите. Последний день там. Это абсолютно не важно. Завтра будут полуфиналы и финал. Бо-7 и полуфиналы, Бо-5, я так понимаю. Или Бо-7, там они Бо-5, полуфиналы и Бо-7 финал. Первая пара это Диэр Дарк у нас, ПВЗ. Вторая пара пока что Су, там, который Харри Кейна убил, будет в ней участвовать. Вот. Ну и все, кто в полуфинал прошел, уже по штучке баксов-то заработали. Ой. Точно. Ну, кто-то больше заработает. Ну, Инновейшн Кира должен определиться. Финалист сейчас, еще один. Тиранов нет, кроме Инновейшна, больше. Для разнообразия, поэтому, наверное, хорошо, чтобы Инновейшн выиграл. Сиди, сиди. Прикольно, Чарик. Брюхо сейчас лапу поднял, такой. Выглядит смешно. Так. 16 рабочих на мэне, ребят, Хира переводит. Все, вниз Каталена у нас карта. Красный, навыщенный, синий Хира. Хира в районе 6 часов, между 5 и 6 часами. Находится примерно, может сказать, на 5. Инновейшн на 9 часах появляется. Карта на 3 позиции. Ну, рипер залетел. Адепт в торге здесь бился. Здесь очень много пространства, где риперы могут залетать, поэтому, ну, как можно быстрее второго адепта добавлять. Инновейшн понимал, что сейчас рипер с удара может погибнуть, и поэтому улетел вообще. Так, а что же инновейшн у нас? А инновейшн у нас факта у него. Делаются минки плюс марики. Старфорд почти готов. То есть, возможно, минки, марики дробь как раз будет, но нет, викинг заказан против Араку, видимо, и второй барак. То есть, выход в био, но будет викинг, будут мины, будет, то есть, оборона от урыва всех вот этих Аракуловских. 5 мариков, кстати, это предельно малое количество, которое Аракула контрит. Потому что с 4 мариков он уже разваливает легкую. На второй базе минка есть, как вы видите. За ЦЦ, кстати, она копается, там что-то не видно было. Викинг уже хорошо, викинг уже Аракула контрит, в принципе, нормально, но он не успеет его быстро сбить, если он будет, например, врываться. Тем более, 2 Аракула. Поч 86 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Спасибо за стрим. Я уже испугался. Спасибо, пост 86. Минка по адептам жахнула, но... Ребята, Аракулов 2, и в итоге Минка-то рассчитана была, что она Аракулов должна убивать. Хира прилетел и просто 9 рабочих сбрил, как вы видите. Это очень большое количество. На Мэне у Тирана, по-моему, и Минки нет. Да, 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 да. Но Хира боится, потому что вдруг есть. А вдруг... Вдруг она жахнет больно. Тринадцать КСМ-ок выпилил. Два четыре сорок восемь. Двухкратная по рабочим колей преимущества, просто всего лишь-то. Спасибо всем еще раз за поддержку. Десятим делается. Ну, не знаю. В карте, которую Инновейшн взял, казалось, тут же все у него вообще крайне печально, но он взял и выиграл. Но на этой карте с такой экономикой, мне кажется, будет тяжко. Очень Инновейшн. Тем более, что это игра Хира. То есть Инновейшн игра, это лейт, и вы видели, что Хира вроде и 200 имел, и преимущество по экономике имел. И неплохой микс, правда, дестабилизаторы сейчас как-то они вообще не решают. Лучше колоссов делал, мне показалось, в той игре. Но тем не менее, Инновейшн взял и выиграл, как бы. Он все четко сделал. Кстати, Минки на второй базе не осталось. В этой же игре будет на малых лимитах, скорее всего, бой. То есть на малых экономиках две базы. Для Хира это, наверное, лучший вариант развития событий. Он умеет в такую игру играть. Вот у него 6 гейтов, то есть Блинк, плюс 1, 6 гейтов. Что-то 900 минералов скопилось. Нахрена сколько много? А, вот сталкеров, да, вар пошел 6 и сразу же. Что мы имеем в итоге? 12 сталкеров, 2 оракула, Инновейшн выход делает вперед. Но он без щитов его делает. То есть у Хира с плюс 1 и с Блинком есть шанс разобрать Инновейшн. Но осталось дождаться Блинка, и он еще 10 секунд будет делаться. Вот с этой пробочкой видит прекрасно Хира, куда там Инновейшн двигается. Заходит ему в тыл, но это уже... Нексус-то ему не спасти уже будет, теперь, получается. Или спасти. Хотя нет, сталкеры подходят, хорошо. Агрессивный Блинк внутрь прямо идет, марики выпиливаются, сталкерами плюс... Ай-яй-яй, как Минка еще одна здесь развалила. Вбивает один медивак, Хира сбивает викингов, сбивает тех мариков. Двигается вперед, Инновейшн уходит только одним медиваком. В итоге у него щитов даже нет. Хира решил так подблинкнуться, что он медивак хотел понять, не знаю. А, вот, Блинк закэдэшился, и смотрите, щиты будут отменены сейчас. То есть, марики без щитов останутся. Выбивает реактор на Старпорте, выбивает пристройку строящихся, просто вниз уходит. Без потери абсолютно. Хладнокровно, сталкеры есть, здесь, правда, две Минки в тылу остались. Но здесь и добычи пока с другой стороны нет, и некого этим Минкам убить. Так, будут Хиры агрессивно врываться на Инновейшн. Думаю, имеет смысл это сделать, да. Просто Мариков выпиливает и Мародёров выпиливает. ВВ пишет Инновейшн, 7 минут и 2-1 в пользу Хира. Нужно тащить Инновейшн, иначе не будет тирана в полуфинале. Тут уж как бы ничего не поделаешь, если так будет. Прыгую в игру. Так, 50 минут рекламку не пилел. Сейчас запилю, ребят. Помните про отблоки и поддерживайте по возможности. Ликвизиты есть, описание есть. Всем спасибо за поддержку. Прямо сегодня что-то не подписывается никто. Но может потом подскажет. Реклама со звуком. Звук тяжело отключить еще как, а? Поехали. Звук тяжело. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, и счёт надо менять в итоге. Всё, всё, меняю. Карта Одиссея у нас. Ну, нормальная карта, в принципе, мне нравится. Она неплохая. Золото здесь есть из-за этого. Причём золото необычное с одним газом и с восьми минеральными кучками. То есть с инкам там просто нереально. Можно минеральный с ним создать. Даёт разнообразие стратегия. Определённая тоже. Потому что некоторые золото... Вообще первой базой берут натурал. Вместо натурала золото. Чем-то на путь на айор похоже. Ну и по цветам карта прикольная. Центр широкий достаточно. Много и рельеф на всяких таких моментах есть. Типа вот здесь вот вообще такие проходы. Сюда битвы переносятся только на лейте. Обычный псидж, что Хира делает. Так это ж в его стиле целиком и полностью. Прокси Старгейт прям рядом. Вообще прям с мейна. Готов ли инновейшн его отбить? Не уверен, но инновейшн прокси проверяет на шести. А на шести-то его нет, этого прокси. И если сейчас Хира полетит, Хира адепта, например, отгонит этого рипера. Не попытается ворваться, к примеру, сюда мазеркором. Этот уверчаж будет. Так, инновейшн проверяет. Проверит ли он самую халявную позицию. Пробочка спалилась. И чё, инновейшн не заметил, что пробочка едет? Ё-моё. Инновейшн, ты чё творишь? Пробка приезжает, два пилона под рампой. То есть сейчас мазеркор сюда полетит. Сразу же циклон заказан. Араху устроится, мазеркор подлетает. Нексуса, конечно же, пока у Хира нет и не будет ближайшего. Ну, нахрена три-то пилона здесь? Не понимаю. КСМ, кстати, забрал. Молодец. Марики за пилоном сзади где-то находятся. Ну, циклон, кстати, нормальную оборону даст. Один из пилонов Хира отменяет в итоге. Ну, это почти что у Луна со стороны Пробца. Так, Оракул внутрь залетает. Здесь есть циклон. Плюс два марика. Мариков надо забирать. Циклон можно тоже попытаться забрать. Или не надо его пытаться забрать. Что за убожество Хира? Оракул он демонстрирует? Я просто не понимаю. И не стал с рабочими размены идти. То есть на Оракула на смерть посылать. Как бы и убивать много рабочих. Циклона выпилить не попытался. Вместе с Мазеркором. И в итоге попал под Вижн. Короче говоря, второй цитэхи. Оракул чуть не погиб в итоге. Но еле-еле он там выжил. Но их два в итоге есть. Десять циклона, два. И Мариков четыре. Наочин, кажется, отбился. А если отбился, значит у него хорошая ситуация складывается, по-моему. Ну, сейчас третий Оракул будет. Но тут-то Викинг, которого вообще нет. Никто не может атаковать здесь из этих юнитов. Прямо в рабочих Хиро летит. Захватывает и деможину Оракула и живого. Один падает. Второй падает. Девять рабочих. Минус залетает. Третий. Кош, ты ворвался. Ты ема. Вот этот врыв вообще третьим. Нелепый был. Но 29-15 по рабочим, ребят. То есть абсолютно экономическое превосходство. На стороне Хиро сейчас. И здесь еще один верчаж, под которого Рипер просто убиться полетел. Оракул четвертый уже сейчас будет готов. Видимо, на мейн он полетит. Мазер Корень можно было бы и увести. Зачем его отдавать вообще на циклонах? Ну, кстати говоря, и на вышли не реагируют. Не принимает Оракула. Зато туретку дома ставят. Через 18 секунд она будет. Но Оракул гораздо быстрее залетит. И Викинг не в позиции еще рабочих. Погибнет сейчас много. Уф. Ема. Какая жесть, Хиро. Еще 5 рабочих. 6-7. Уничтожает. 8-9 рабочих уничтоженных. И только сейчас туретка доделывается. 10-32 по рабочим в пользу Протса. 23-11 по боевому лимиту в пользу Тирана. Мазершепкор никуда уже не денется. Захватит и циклонами его. Что же ты делаешь-то? И на вышли... А что он сразу-то не захватывался? Хиро, кстати, телепортнуть его мог. Но выгоднее новый построить. Потому что он энергию будет иметь. И как бы он будет у Верчажа ставить. 15-27. И сейчас будет Пилон пробить. То ничего хорошего. Хиро не ждет. Дальше Либератора пытается фокуснуть. Да и он демедженный циклонок. И Либератора вообще не пойму. Сейчас выйдет первый Чимазеркор новый. Будет один Уверчаж. Прямо вот сейчас. Пошел Уверчаж. Как же вовремя Либератор раскладывается. Надо фокусить его Либератора. Вот сейчас, конечно. Зафокусил Либератора. Пробки в атаку. Циклоны падают. ВВ пищат. И на Вэш. На ТГГ. 3-1 Хиро. Тиранов лишаемся в полуфиналах. Но зеркалок нет. И слава богу. Дир против Дарк. Су против Хиро. У нас завтра будет полуфинал. Поэтому финал будет непредсказуем. Не знаю, кто там будет биться. Не знаю, ребята. Вот такие вот сегодня карты матча. Сейчас, ребят. Я сделаю стоп-старт быстренько. Подождите. И вернусь к вам. Скажите, я не буду делать. Мне надо позвонить. Сейчас быстро. Субтитры сделал DimaTorzok. Такс, ребят. В общем, ну вы поняли. Давайте немножечко о завтрашнем дне, что будет, посмотрим. В общем, полуфиналы следующие будут. Дир Дарк. Су против Хиро. Вот. Бо-5. И финал Бо-7, соответственно. Сегодня есть вечером еще Гоу ФСК. Но так турниров серьезных нет, на самом деле. В кино я с женой так и не сходил. Поэтому, видимо, сегодня я пойду в кино. Вот. Если нет, то я, наверное, приду постримить Гоу ФСК. Но вероятность этого мала, ребята. Вот. Завтра будет стрим стопудово. Как бы с финальных стадий данного турнира. Вообще стримы будут постоянно. Там дальше и тингери стримы будут. Ну, а сейчас закругляюсь. Ребенок в садике меня ждет. Ребята, извиняйте. Как бы, ну, то есть, Даша еще только через минут 15-20 там сможет быть. Я поэтому... А мне здесь две минуты ходьбы до него. Отсюда. Поэтому я пошел. Как бы Машу сегодня я вел в садик. Я их заберу. Ну, все. Всем спасибо большое за внимание, за поддержку. Громадное спасибо, пацаны. Поддерживайте меня и мой канал. Вот. Может, и оффлайне даже. Ладно. Все. Всем спасибо. Увидимся. Это все на YouTube будет. Уже сегодня было. Субтитры сделал DimaTorzok